Граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики. Граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики. В СССР, когда Советы даже на низком уровне определяли, в общем-то, местный бюджет, когда ценообразование было ваше, государственные прерогативы, государственный комитет ценовой, вот эта разница между рыночной экономикой. И тогда сейчас, когда вы оглянете, вдруг поймете, этой власти ее не существует де-факто. Над чем власть президента Путина, если он, блядь, на копейку не может изменить цену на булочку, которую назначает Иванов Рабинович Али. Поймите вы своей русской дружеской тыквой. Один раз истинная природа, выживание ваших детей, витамины содержащие, жиры содержащие. Вот вы разбираете книгу, там смотрит информацию, как кто-то готовит что-то. Вот это и есть смысл в вашей жизни, это еда. Вот это муракума, что есть в Америке, что у вас не растет. Вот попробуйте хоть раз осознать жизнь, лишь вам, к сожалению, вообще-то стыдно уже. Вам хочется жрать. Вот зачем вы жуете, блядь? Вот вы освободитесь от жратвы, и вы независимы, вам никто ничего не прикажет. И из-за того, что вы жрете, вы вынуждены отдавать свое биологическое время, мамтулить на барина, который сдачивает вам деньги, который вы берете и несете второму барину, который еще будет теперь продавать, еще вчера, вашу колбасу, ваш сыр, творог, потому что наступил капитализм. И вот вы обеспечили свое физическое здоровье, чтобы мантулить на барина. Вот смысл капитализма, это тупик. Вы что это? И конфеты за меня есть будете? Никакого космоса, никакого полета, никакой бессмертных странников Вселенной, ничего. Механическое тупое воспроизводство каких-то товаров потребления, которые между собой распределяют барины. И вы существуете в рамках физического обеспечения вашего механизма двигательного, погасшего. Вот ваш двигательный механизм, вот он, поэтому барин, вам дает какую-то строчку, которую вы можете обеспечить себе какое-то жизненное выживание, ну и энергию. Развитие. То есть, человекомотор. Ну, эта идея давно-давно уже известна. Начиная с первых идей фашизма. Что главный капитал государства, кроме природоподоборщикой продукта, это биологическая сила человека. Который во имя идеи, великой идеи общей нации, вот, будет обеспечить баринов-хозяинов, потому что его объединили. Вот, барин и халов, уголовничка, его жертва, нафиг. Вот эта идея фашизма, национализма, патриотизма. При которой все в порядке, все вместе, только барин остается. Вот барин обладает правом на всей собственности. Вот эти 2,6,4,8,6,2 миллиарды идут за цена СССР. Вот теперь они распределились по собственникам. И вам оставляют маленькую лазейку. Какую лазейку? И от барина, вот с этих тысяч миллиардов, с дрочка, 13%. С вас же теперь берут, опять же, вот вам с дрочью барин деньги, то теперь оказывается, что теперь вот этот паразит, какой-то условный государств, с вас же берет налоги, чтобы вы оплачивали сами себе какое-то лечение, образование, воспитание, ну еще плюс какое-то сырье, которое осталось где-то. Или это был весь гигантский потенциал, который вы сами для себя производили. Штаны, тапки, сигареты, мясо, как угодно. И общая единая структура распределения. Вот понимаете, в чем разница? Вот когда он говорит, что слова блудят, эти слова. Общий народ, благостояние. А какой народ? 150 тысяч миллионеров, которые владеют вашими заводами, фабриками. Теперь общий бюджет, который состоит из дрочки барина и с вас. А так как денег и значения нет, то у барина кончается производственный цикл, покупательная способность падает, накрывается сырье, начиная с танкостроения. А значит, падает вообще жизнеобеспечение. Денег-то уже нет. 3 триллиона долга. Бюджетная. Это дебница, надо понимать, что это в мирное время. Это как? А очень просто. Четвертая статья капитала Маркса. Вот я прощал бы, нет ни хера. Партийцы прощали. Значит, надо развернуть колесо истории-то. То есть, если бы не было перспективы тотального краша всей системы, ну и хрен бы с ним. Это было бы теоретическое рассуждение какого-то беззубого козла, который сидит в городе многопрудном и что-то пиздит. А теперь-то вас догоняет всех, эта система. Я бы еще не мог это сказать 10 лет назад. За 20 лет назад мне башку проломили бы. Любой мой приятель. Совок вонюсь и недобитый ходит. А переумеет не уйдет. Бой как умеет быстренько, особенно на регионах. Когда полный пиздец наступает. Вот, ну Москва паразитирована, еще такой орган прыщ. Вот, главный центр всего мирового сифилиса, мирового зла. Ведь запомните, это источник зла, это Москва. Город блудниц, одетый в перфиру и багрянцев. Город на семи холмах. Единственный город на семи холмах. Вот, если честно, вот это Москва. Ну и москвичи все будут уничтожать. Именно за то, что они пользуются паразитарным капиталом. Который дует со всей страны. Но специально создают, чтобы Москву, когда поставят, короче, проволоку и пулеметры. Чтобы москвичи оборонились от России. К этому идет все. Постоянный разговор о приезжих, которые отнимают работу, прочие рассуждения про Чуркманды. Где-то как. Запомните, москвичи уже начинают с раздорожением относиться. К области, ко всей России. Но так как москвич приезжий, человек, его нечего жалеть. Керосином, блядь, всех жечь. Запомните, какая-то сволочь, как правило, говорят. Ганолистая, безграмотная, злобная, паразитарная сволочь. Потомки той сволочи, которые сюда залезали с первыми паркевичами, с первогражданскими, после военных периодов. Вот, это не жалко, это не люди. Они просто или жертвы, или, в общем-то, пользователи вот этого паразитарного капитала. Ну, так исторически сложилось. Тут ничего не сделаешь. А для меня, мудака, Москва представляет четыре библиотеки. А для большинства это просто зарплата, которая в два раза больше, чем по всей России. Льгот, который лучше, поэтому это покупается. Ну, это просто мимоходом. Это все будете вы обсуждать. В принципе, о чем еще делать, обсуждать эту ситуацию. Ну, пока вы не будете зарегистрировать ячейку, пока не будет осмыться справочник, как регистрировать партию, как общественное объединение. Я же даю общий принцип, а все остальное, это вы сами будете делать. Рядом с вами партия есть, которая может вступить. И начинать изнутри, как казачок, знаете, как чудище. Вот спил какой-нибудь там, американский автор. Вот вылезло такое, что-то непотребное. Может быть, зеленый змея, может, крокодил. Вдруг оттуда вы вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змея, а может, крокодил. Вот вы также вступаете в эти партии, в ядро, впрочем. Вот завтра начнете вступать. Завтра лицензия на оружие и обороны, завтра балет. Вот. Начнете, в общем, покупать себе хорошие ножи. Вот. Делаете себе тренажеры и берете, смотрите, ящики, наколачиваете себе ударную поверхность. Самый удобный вариант защиты. Раз ты в жизни пришлось применять на полном серьезе. Вот так просто отмахнуться в погону. И здоровый такой гопота садится на месте. Андрей Георгиевич, вот такой вот, сейчас мы будем уже заканчивать. Вот такой вопрос. Есть такое мнение, что стран-то на самом деле нет, а есть только концлагеря под единым руководством. Гениальный вывод, который специально создается в угоды, как говорится, местной буржуофии, и получает свой личный доход. Так как мы говорим об общей структуре мирового хозяйства, то в конце концов к этому человек приходит автоматически. Поэтому, когда разговор-то идет о патриотизме, это же соблюдение интересов местной буржуазии. А при создании еще давным-давно транснациональных корпораций, то разговор о какой-то национальной границе достаточно большая условность. Так что нет, ну вопрос-то не в этом заключается. Я говорю, что проблема России, геоклиматическая необеспеченность. То есть на данном этапе есть единственное преимущество. Пропали бы она пропадом, это преимущество этого рода, ну куда деваться? Так а если эти мегавертухаи, которые стоят на самом верху, они просто не дадут никакого... Я бы не сказал. Во-первых, запомните, здесь очень много, большой интерес. Здесь опять не забывайте такое понятие, как воля, которая обладает лучевой природой. Вот действительно смело поле боится. Я как-то занимался тем вопросом. Когда поражительное явление, знаете, что такое железная рубашка? Вот вы, например, начинаете отталкивать от себя руку. Вот такое ощущение, вот, например, от руки. Вот можете попробовать на своей жене, знаете, хотите, тантризм, набираете позвоночник, конец, например, воздух, дыхание, высушите живот и начинайте выдыхать, вот четко понимать через руку. Вот если вы, например, с полной концентрацией это сделаете, у вас, например, ваша жена будет испытывать, ну, почти аргейстические чувства. Я, когда тантризм немного увлекался там, у меня Танька, в общем-то, кончал, я ей куху вот так вот тыкну, она дергается все. Это элементарно делается. Эта энергия у вас, она заложена изначально в каждом. Поэтому ваше волевое решение, хватит, все, вот этот маразм, блядь, надо кончать. Потом надо расплатиться, нас оградили, били и обманули. Главное, обман. Вот что вам надо помнить, не знаю, как вы. Чтобы ваш народ, ваших предков, отцов и дедов, кинули грязно, обманув на двух-трех фразах. Возвращаться, окупаемость, обещать независимость. И восстановить капитализм в 87-м. Вам предложили проголосовать о сохранении пузырька спирта, как пузырька клея. Вот этот обман прощать нельзя. Вы с ожидательной расой, вы не смогли, у вас нет доминанта левого полушаря. Вы же понимаете, фронтальный вариант, ну нельзя детей обмануть. Вот это, ну западло, и даже бандит, детей и старых не грабит, нахуй. Вот так, в нагло, блядь, как вас нагнавят, это, жадовьё, блядь. И вот эти династии готов романов к нам. Больше нельзя прощать. Андрей Атаев написал сейчас, мы просто очкодавы. Я с другом пытался поднять вопрос с зарплатами предприятия. Так нас вытащили к директору и больше ни одна падла не поднялась, не говоря уже про пенсионеров. Вот здесь вы подходите к интересному такому моменту. Почему на каждом отдельном этапе вместе сделать труднее? Потому что вот непосредственный завод, непосредственный домик, где трудно взять в своей доме. Вот смотрите, вы находитесь в парадоксальной ситуации, когда изменить всё государство и восстановить народоправие проще, чем самому наладить порядок в капиталистическом предприятии. Вы уперлись рогом в проблему всех создателей профсоюзов всего мира. То есть вот вы сейчас на своей школе проверили это в развитии национального движения. То есть идеи профсоюзов, когда американские профсоюзы также брали в руки Томпсона и начинали мудохать, в общем-то, ПБРовцев. Вот так в Штатах что-то благосостояние, роботяк, он член прочь, знаете, как, там, извините меня, защита профсоюза выступали с кольтами наперевес. Поинтересуется история, вопрос, Европа там, как угодно. Поэтому вполне естественно, когда вы выступаете вот против коллектива, который появился, припялся, у вас, у них нет манёвра. Вы по молодости своей можете послать нахер, у них семья, дети, и у них стандартно где-то выслуга, они пристроились. Дураку понятно. Хорошо, что вы вообще живых довезли. Обычно в таких ситуациях, как мне пишут, вас в раздевалке бросают, там, полутруб и взбиты в мясо, нафиг. Ну и скажут, вот что-то хулигальное будет еще. Вот так обычно начинается. Это народники еще в это окусились, когда они пропагандировали свободное счастье, равенство, там, в российских деревнях, селах, и вздавали жандармы. Вы повторяете, их стаб развиваете. Поэтому только теоретическое понимание ситуации, только разговор и массовое объяснение вот этой ситуации поможет подняться. Иначе непосредственно ваше, потому что нормальный русский Иван, он не читает, потому что он знает лучше, чем написано в книгах. Поэтому не послушайте ни одного агитатора, а хулиган зовет, опять наебеду где-то. Вы уткнулись в психологию своего народа. Поэтому, если вы думаете, персона, об этом надо понять, вот этот специфик, а что делаешь? Вот такой у вас народ, почему я не люблю ваш народ, почему он мне омерзение вызывает? Ну, вас боятся. То есть, они боятся чего? Что вместо вас двух, вот сейчас побросают супер, блядь, раз нахуй, и пойдут всей толпой. И тогда уже по-другому всего. Вот, знаете, вот эта разница. А когда допить счет? Как в 16-м году, когда наступила полная жопа. Великий академический символ России. Вот есть космос, есть справедливость, есть Господь Бог, а есть понятие полная жопа. Вот тогда всему народу наступила полная жопа, все на ранах. В этом плане, да, повезло России. 15 миллионов мобилизованных, и одновременно полная бесправа, и одна единственная прослойка. Крестьяне, сословие. Согласен. Но у вас тогда идет осознание. Вот просто, а как достойте? Отвече нет, но тогда вы проиграли. Но, как сказал Чиревар, если 8% активно морского населения поддерживает движение, оно неизбежно добьется победы. Жестокость империализма. Жестокость, которая не знает пределов и не признает национальных границ. Вот, знаете, лидеры породы. Вот в каждой возрастной группе, социальной, вот женщины. Ну, скажем, вот дети, грудники, там он кормящий мамашек. Вот старушки. Ну, среди них есть активная часть, которую мы уже теряем нечем. Вот здесь еще занимается вопросом строительства семьи. То есть, это женский континент, наплевать. А дальше начинается чуху, надо прокормить детей. Так, но они не участвуют, но они же и не против. Остается мужчина, в котором, например, уже социальный слой, начиная 25, там, где-то 40, понимает, что тупик развития. Самый лучший, там, и нагер, набарин, который будет помыкать, аккуратно его командовать. А если учить конъюнктуру, он соберет чемодан и уйдет, опять пойдет в грузчики. То есть, вот на данном этапе, вот кто союзник, кто противник, разберите всю группу, на социальные группы, на возрастные, на осознание неизбежности и смены режима или общего уничтожения. И вы увидите, что все очень просто. Это иллюзия, что вы выходите на улицу, и вот я постоянно говорю, вот этот мир, который как-то я изменил, да. А этот мир управляет через строчки законов, и по вертикали власти доходит до какого-то исполнителя. И это еще каждый идущий исполнитель отрицает эту систему, его волевой импульс уничтожит все вокруг. Знаете, в чем смысл был в период солдатский император? Вот для того, чтобы охрану держать поминовение, был магистр церемонии Орум, приносили жертвы и подчинения. Вот солдатский император первый же, который отказывается исполнять и разрушается вертикаль власти. Вот эта осознанность, вот эта катастрофа, она и давно доминирует. Почему я говорю, что когда вы понимаете, что экономика строится на абсолютном капитале, почему Америка богаче всех странах мира. Круглый год вегетационный процесс. Потому что там растет маракумба. И кукуруза по 4 метра. И 240 миллионов кукурузы на зерно. У вас 14. Вот на сколько раз разница. Вот разница в богатстве США и СССР. Денис Пятер удалось получить такую высокую коноплю, что даже верхушки не достали. Разница в богатстве обеспечения доллара, который поддерживается маракумбой кукурузы. Вот земля, гарант, доллар внутренний. А внешние бумажки-то ваши проблемы. Вы можете его принимать, не принимать. Так вот, исторически так сложилось. А у вас нет этого избытка пищевых продуктов. Нет, значит, денег. И поэтому СССР был встроен единое хозяйство. То есть выживайте всем миром. Распределяйте по копейке, по копейке, по копейке. Рубли больше, я говорю, да всем. Да, опять, общая бедность. Но зато нет бедности контрастной. Все на равных. Вот чем Петрушка-то. Вот быть на равных, это хорошо. Когда ты понимаешь, что ни одна сука не может тебя тыкнуть пальцем вывела и унизить. Потому что он такой чиновник, как этой работник на общее хозяйство. Никто не чувствовал себя униженным. Не помню, кто сказал, но это прочитал я уже давно. Когда у всех все плохо, то это терпится. А когда у одних плохо, а у других хорошо, то это уже не терпится. Вот забыл. Вот это и было СССР, которые всех валили. Каждому хотелось вырывать на себя. Вот это первый порыв был. Но дальше оказалось, что вырывать нечего. Потому что такая система работает в едином народном хозяйстве. На уборке впервые работает новая машина, выпущенная Люберевским заводом. Эта машина заменяет 350 рабочих, убирая ежедневно 10 гектаров конопли. Я говорю, что здесь получилась историческая такая накладка. Непонимание, незнание своей страны, нежбовь своей истории. А это должна быть интеллигенция. Интеллигенция, как говорят, ей навязали идеи сравнения с Америкой, в общем-то, навязали идею ГУЛАГ-БУЛАГ-МУЛАГ. Интеллигенция думала, что виноват в самой системе. Ну, так же наебали. Владимир Ульянов Ленин говорил, что это говно нации. Между прочим, я бы с ним согласился, но на данном этапе эта интеллигенция, вот сейчас, если она осознает, она уже осознала, например, с кем я общаюсь, вот эти люди все понимают. Вот просто последний имбус, стральчок. Знаете, самое страшное, что? Признаться, что тебя наебали. Вот если тебе набили в ружу трое-три человека, да, это как бы нормально. Вы понимаете, что их трое-то и один. Куда ты денешься? А когда один человек, скажем, наебал вас 20 мудаков, в этом признаваться очень стыдно, подсознание отталкивает. Вот в этом вот ситуативная сложность сегодняшнего дня. Что старше поколение давно все понял, что их кинули по сути них тамбовских лох. А чего сделать? Признаться? Бессмысленно потраченное время. На веру в гулаг-булаг, веру в директор. Андрей Юрьевич, давайте какой-нибудь последний такой коротенький штришок, чтобы на хорошей ноте заканчивать. Мы будем заканчивать, потому что поколение Next, оно все-таки клиповым мышлением обладает, а мы уже 4 часа пилим. И некоторые просто не хватит сил досмотреть потом в записи до конца. Хорошо. Сейчас, секундочку. Слава, если ты тут, я тебя попрошу, пожалуйста, последний вот этот спич, который в конце этого стрима, ты его вырежи и как-то приклей на начало потом, потому что там основное зерно мысли, так сказать, чтобы потом им было интересно все досмотреть. Хорошо. Иначе они включат и выключат, а нужно, чтобы они посмотрели саму суть. Я перемонтирую, да. Да, да. Итак, граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики, вы обладаете вневременным сознанием, ваше сознание имеет лучевую природу, воля обладает гигантской силой взорванного атома. И это, если воля, будет выражено в четких структурных формах, вы в состоянии преобразовать не то, что свою страну, весь мир и всю галактику. Это преобразующая сверхсила заложена в каждом из вас. Поэтому начните с простого, попытайтесь осознать ее и ей пользоваться. Жень, упущу, еще хочу сказать это насчет Жени. Вы просто кобовцы внимательно слушайте и вы услышите, что они недоговаривают. А Женя, он на чистоту всегда. Он все, что знает, он все говорит. он ничего не утаивает. А вы послушайте кобовцы. Они все хитрецы. Они хихикают и думают, что самые умные. Они недоговаривают. Не знаю, Жека, обратил тебе внимание, что кобовцы все, они это малки. Но больше всего рубит прям так на отмашь и напрямую. Это вот как раз купцов. Он вообще называет вещи своими именами так, как есть. Так, ладно, давайте Ключникова разбаним. Вы мне киньте Ключникова, я запускаю Купцова, потому что время уже практически без одной минуты. Так что я ему пока позвоню сейчас. Вот. И начинаем стрим. Позвони мне, позвони. Так, все, запускаем. Андрей Георгиевич. Через годы пронеси. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Гараж, меня слышно? Слышно, слышно. Вечер добрый, добрым людям. Дамы и господа, вам представляю последнего русского интеллигента, историка, Андрея Георгиевича Купцова и пророка, я бы даже так сказал. Впервые без намордок. Да, Андрей Георгиевич, сегодня ребята будут задавать какие-то вопросы, будем отвечать на них, но решили, так сказать, у нас была такая наколочка, решили продолжить тему более развернуто на тему мата, матершины. Вы помните, начали немножко как-то озвучивать, но мы быстро сошли на нет. Вот. Я помню, что это вопрос филологического характера, вы сказали, что это серьезный вопрос, требует глубокого исследования, но все-таки хотелось бы по возможности поподробнее этот вопрос озвучить, потому что многим интересно. Мы все люди ругающиеся, матерящиеся, поэтому кто-то к месту материться, кто-то абсолютно произвольно материться, где надо, где не надо, то есть абсолютно где попало. Поэтому интересно понять многим, где же оно надо, а где не надо, и как оно надо, а как не надо. Поэтому такой собственно инсайт, это преамбула, с этого можно начать. Мне повезло, у меня был знакомый, ученый-секретарь института мировой литературы, в общем-то, кинсорфорист гавлета, фольклорист, исследник фольклора, про основу языка, про основу культуры, про основу национального самосознания, то есть здесь древнейший наслоение такая, внутренний мир, так же, как основа, ну, например, национального звуковаряда. А почему в России его убрали полностью? Потому что свечи вводились вот в эти северные расы. По поводу мата. Главное здесь, что заключается? Многоплановость. Вот это то, что ушло из масса рассмотрения. Как я всегда всем повторяю, классический, как говорится, заход Петра Великой, распередрит твою ты, Господи, душу, якорь тебя в глотках, мать твою за ногу, фельдмаршала Кутрузова, газеты Правда и наркован товарища Берия. Вот где-то многоплановость конструкции, вот она и определяет интерес, скажем, филологов. Но это сейчас ушло в восприедание. Единственное, что я ему хочу посоветовать. Ну, я читал материалы вот этих диссертаций. Ну, диссертации, конечно, проводятся, в общем, слегка в закрытом режиме, но люди просто изучают конструкцию. Вам было бы интересно посмотреть, если вы увидели, как какие-нибудь такие девицы, такие изящные, вот, начинают семиэтажным ёбом крыть, блядь, ну, предполагаемого оппонента. А в ответ ему завкаферы начинают оппонировать. Вот, и все это очень серьезно, с этими серьезными лицами. Вот, и отмечают в журнале в общем-то повторы, ну, определенные оборота. Интересная вещь, вообще-то. Ну, это все, очень с этим серьезно боролись. Ну, что-то есть продукт творчества. Вот, это многоэтажный мат, это продукт русского творчества. Так же, как Брюс, скажем, это продукт творчества, ну, черный, вот это вот эмоциональный раз. Вот, поэтому-то от вас это убрали. Это вершина филологии, комбинация. А если хотите поподробнее, знаете, слушайте, запомните, был такой писатель один интересный, но из моряков бывших, еще царских, Новиков Прибой. Вот этот Новиков Прибой, он написал произведение, можно даже найти в сети, скорее всего, найдете. Называется индивидуальный подход. А там был случай такой, значит, учебная команда, учебные корабли и ботсман, который обучает, ну, основу. Ну, там, как плести, там, коуши заводить, в общем-то, тянуть там ванны, где-то как попал. То есть, ну, обычный подготовительный курс. Вот. А этот ботсман, все прочее, поливал с утра до вечера матюком, там, всю команду, всех, в общем-то, включая товарищ Сталин, товарищ Кузнецов, в общем-то. И у них был такой договор, ну, в конце концов, он его выловил. Давай-ка, кто кого переругает, я переругаю, значит, тебя. Ты завязываешь, значит, это все дело. Ну, вот. И вот, значит, они кроют. Ну, по его версии, Нойкова прибор, что у него, он протянул 40 минут без повтора. Вот. И там он берет некоторые, скажем, образцы, приводит. Ну, потом Нойкова прибор пришлось прятаться вообще, менять адрес, потому что к нему затрахали со всей России, ехали ходоки. Вот. Узнать, вот эти конструктивные особенности. А филология это изучает. Поэтому не надо ничего создавать несложно никак. Естественная эмоциональная форма самовыражения такое же, как любое развитие языка. Ну, ваш язык сейчас развивается, вы же очень много вписали себе из иностранных слов. Это вполне естественные продукты развития языковой культуры. Поэтому странно, почему-то кто-то говорит против мат и не возникает в том, что у нас существуют такие должности немыслимые в России, как президент, мэр, там, какой-нибудь муниципалитет. А вот ребята спрашивают, а откуда пошел мат за рождение самого истории? Ну, кто-нибудь вам ответит на это, вот он получит Нобелевку, в общем-то, Всемирная организация по культуре. Это естественно, просто если вы имеете в виду мат непосредственно как слово мать, ну, вообще-то, как идея генитальных вот этих взаимоотношений, посмотрите нормальные академические слова, ненормативные лексики, скажем, на английском. Это будет здоровый том. Ну, там обыгрывается больше гомосексуальной связи. То есть, вот здесь вот. И одновременно есть очень узкий спектр сконцентрированного мата, как вот в Испании. Вот это главное бетель караха, например. Вот это караха, это вот это есть фаус, тот самый хуй. Вот там крутится очень жестко сконцентрированное отношение. То есть, вот, и все строится вокруг вот этого караха. То есть, идея мачи, вот это вот. Идея мачи, как идея муча, то есть, могущество на такой-то. Ну, и так далее. То есть, все строится в страстих женщин, то есть, там, кобель и какой угодно. Просто там нет вот таких слов, которые отторгаются от языка. Ну, например, знаменитая песня, еще раз всем повторяю. Сочинила 16-летняя одна дамочка и стала самым богатейшим автором песен в мире. Там где-то гигантские суммы, там, если вилок ожирают на счету, где-то миллионов 120 у него там чистого капитала. А у этой, там она сумку с бриллиантами таскала, с украшениями. А слова, как вы помните, бэсэм и муча. Вот, идея ебать, бать, как батя, батьяне, рот, так сказать, рот святовит. Это все крутится вокруг этого. То есть, по сути дела, перевод, как бы, люби меня, вот этот ебай, мучу. Это открыто говорится. То есть, во всем языке обсуждается столько вопросов. Кто женился, развелся, вот все вот эти разговоры. То есть, личностный план. Нет, это просто у нас выделено в отдельную категорию два-три слова, которые почему-то объявляются, ну, неотносящимся, ну, к табуированной такой лексике. Но мы же единственная страна тотального лицемерия. Единственная страна, где алкоголь, который присущ всему народу, считается отягощающим фактором преступления. Ну, вот такая система лицемерия пошла еще с русско-православной церкви, где вот надо, как говорится, признавать внешнести, добродетели, а на самом деле грешите всю катушку. Так что нет, это истоки, самые простые эмоциональные средства выражения, при котором доминанта, человек, который доминирует где-то в споре и в ругане, он как бы являет себя отцом. Я твою мать ебал. Как бы вот я, как бы выше породы по статусу. Вот идея матери, идея отца, идея детей. Вот, и как бы человека сажают ниже. Вот знаменито мясничество, то есть на каком ряду, в родовом праве существуют собеседники. Вот, потому что мы еще древние отмечали, что прежде чем начать битву даже, начинали ругаться. А ругаться это определение родовых притяжений такого. Я говорю, просто вот, ну, это страна, вы же видите, что они тотального лицемерия и самообмана. Интересно вот эти выражения, типа там, я твою мать ебал, очень сильно оскорбляются на это Кавказ, готовы даже убить за это. Это интересно. Так у них, запомните, сторона, в которой, по сути дела, ну, очень близкие родственные связи, называются вот такие изолеты, в которых практически общие родственные корни. И это нарушение прежде всего генетическое, как бы, право на землю, право на власть. Там больше отголосок материального предмета, потому что так заявить, может только глава рода. Ну, в общем-то, то есть, человек объявляется бастардом, то есть, выбротком, говоря по-русски. Нет, то есть, ну, там, именно, когда родственные связи, там разделение, выиграет огромную роль, но посмотрите сами, как в Торе написано в русской правде. Чтобы жениху и невесту, в общем-то, иметь нормальный брак, надо найти общую предковь, отсчитать четыре колена, и вот тогда, когда мы приблизимся, уже можно совершить брак. То есть, практически вообще-то рядом, по большому счету. А когда узкий круг людей, то по-другому никак. Но, в одновременно, несмотря на то, что все это, ряды, это жестко соблюдается, различие. Вот. Это вопрос, который просто стоит диссертации, так с ума отвечать бесполезно. Единственное, что это естественное средство самовыражения, еще большее, которое жестко ставит границы между человеком. То есть, задача в родовом плане подсознательно унизить его, опустить, офаршмачить, если хотите. Вот. И поэтому, все, что связано с генитальной системой, оно определяет. Потому что, не забывайте, что побежденных, например, мужчин, насиловали. Отсюда отголоски, постоянное перетирание идиетские, пидорас, не пидорас, там как угодно. Уголовник, это, он постоянное обсуждение вопроса. Вы даже не представляете, самое паршивое, быть вместе с уголовником. Так, сейчас легкое техническое объявление. Ирина Марченко, здравствуйте, Андрей Григорьевич, Георгиевич. Все время путают, Григорьевич пишет. Здравствуйте, Андрей Георгиевич, очень рада вас слышать. Здоровья вам, вы можете матекнуться от радости. Ребят, в общем, все вы тут, ребят, подкиньте деду хоть по 100 рублей, женек ранее говорил, что участие в первых задонателе. Короче, кто будет кидать, кидайте лучше на Свербанковскую карту. Это меньше геморроя, меньше проблемы, головной боли. Ребят, я вам скажу. Подожди, Андрей Георгиевич, подожди, ради бога, ему рассказать. Кидайте, в общем, еще делайте, помимо этого, еще насчет ноутбука. Кто там, я в ней писал, я говорил, сделайте ему компьютер-ноутбук, если у кого есть возможность, ему вышлите, он живет в Долгопродном. Адрес я там. Да не надо же ничего. Подожди, Андрей Георгиевич, ну дай, не перебивать, дай я скажу. Да на хрен, ты сейчас следующее предложение, скажешь, что по понедельникам со сухой, по вторникам его жопу. Нет, нет, нет. Остановись, нахуй-то надо. Я сказал, мне неплохо в жизни устроен. Нет, нет. В данном случае оказалось... Андрей Георгиевич, ну хватит, не перегибай палку. Так, значит так, просто он гордый человек, поэтому... Я просто представитель старшего поколения, поэтому если человеку что-то не нужно, значит это не нужно. Вот в этом все просто. В данном случае я очень неплохо упакован. Мне субсидии платят, как жертвы политических репрессий. Я даю жертвы репрессий, дайте слово сказать. Скажите, пожалуйста, это Паше Ключникову, скажите, что он разбанен, пусть он возвращается. Я его не банил, а так случайно получилось, то есть скажите, что он на свободе, так он реабилитирован. Так, дальше, вопросы, значит, какие вопросы? По Амату разогнаться, к сожалению, далеко не можем, потому что, Андрей Георгиевич сказал, что Нобелевского десерта, этого премию дали бы уже, если бы по Амату кто-то толково ответил. Так, Женя, чем, а так, это уже спрашивали, вопрос Купцову. Возможно ли объединение РФ с Китаем в плане у них тепло, здесь холодно, как на Западе США и Канады? Мы типа Канада холодно и сырья много, или нас желтые съедят? Вопрос. Как ни странно, чисто вы пользу русского языка и у вас привычка обобщать. Вот вы почему-то в этом вопросе обобщили себя с названием этой страны. Вот здесь он начинается, поэтому вопрос объединения также невозможно между чем-то, что объединяется не на основе звучания, а на основе каких-то процедурных особенностей образования. Как понять объединиться? То есть на основании снимаем границы, снимаем таможенный пошлин, единородное хозяйство, единая валюта. И тогда сразу возникает вопрос, право покупать, продавать, где в какой стране выгоднее вывозить, а где вывозить. То есть если вы объединяете эту страну, вы сразу теряете представление, а что с чем объединять? Как многие говорят, ну вот в России нет, ребят, единое объединение могло быть только в одной стране мира, в одном государстве. Это Рес-Савдеф с 18 по 87 год, когда была и тогда любое предприятие этой стороны, которое выпускало что-то в экспортном варианте, или любое министерство, которое что-то покупало, это все равно была единая система. Это как был единый общий неотчередуемый бюджет. Это общий доход, созданный общим трудом. Сейчас, когда вот эти 150 тысяч собственников у нас вас ограбили, ваш предыдущий общий капитал, объединять кого с кем? Каким-то производителем каких-то изделий это выгодно, каким-то рисоваться на объем внешнего экспорта и импорта, что не хватает в стороне. Но самая стратегическая особенность в стороне наличие минерального сырья, которое определяет возможность развития определенной промышленности, быть независимым с чем-то. Вот поэтому, когда кто-то кидает словами, ну у нас ресурс, пускай этот человек перечислит. Это всегда было стратегической тайной. Любые серьезные исследования по минеральному сырью всегда были секретные. Я говорю, чтобы запомнить, ни военное ведомство, ни школа разведки, даже ГРО. А самый закрытый факультет был экономической географии в НГУ. Дирекция вообще запрещала записывать. И люди, как дипломаты, должны были помнить саму идею. Вот налажить отношения с другими странами, потому что там есть то, что здесь нет. Вот поэтому, когда вы говорите объединяться, а как понять? Ну Китай превратился, в общем-то, в феодальное государство. В каждом группа людей, которые называли себя периодически когда-то коммунистическая партия, потихоньку, как в 87-м году в СССР, только исключая директорский корпус, объединив все цело, присвоила себе весь воловой национальный продукт, все промышленные фонды. Вот, то есть все, что есть. И превратилась в такую, как бы, хунту. То есть, ну, с императором во главе. Они вернули свой родной 16-й век, которым китайцы всегда и стремились. И по-другому никогда не выходили. Вот, из этого. Поэтому, как объединяться? Управляющий всем, получающий всем доходы, верхушка, ну, я произносил слово коммунистическое, у меня как-то западло. Мой отец, в общем-то, сын Красного полка. Вот. Ну, приходится. И абсолютно раздроблены в своих целеполаганиях вот эта территория. Поэтому, что может быть интересно, Иванова Рабиновича Алиева, например, в этой стране, которая один обладает, скажем, ткацкой фабрикой, но у нее всерьез закупают в Китае. Или объединяться, но в таком случае фабрика, которая подлежит Коммунистическая партия Китая, получит намного больше преимущественного права продавать здесь свое изделие. То есть, при этом объединение, например, Иванов Рабинович Алиев в своей ткацкой системе тут же сдохнет. Конкурировать с Китаем невозможно. Он источник на данный момент волокнистых веществ. То есть, самый хлопок, который здесь воплевотился в экспортный товар. Автомобили, которые делают полиции для Китая, сожрут последние остатки автомобиле строения России. Что еще? Кому будет выгодно это объединение? Поэтому, когда вы говорите про какой-то там климат или как, какое отношение вы имеете к влажным субтропикам, там, синьцзянского какой-нибудь губернии, общие объединенные, вот так, на эмоциях, на гитаре так сыграть. Объединили мы китаем лям-цедрица и стравая номер 8 тянут за мертвеца. Это так примерно. Юрич, кстати, такой вопрос немножко отстранен, но все же. А почему Китай же считается достаточно древней цивилизацией? Почему у них такая убогая музыка? Ну, они бы сказали, что это у вас убогая музыка, а там сложнейшие как бы звуковые символы, которые связаны с энергетическими формами. Если вы знаете, например, что идея танца, музыка звук от знаменитых музыкальных... я имею в виду, если сравнивать, например, какую-то прогрессивную, скажем, американскую музыку и сравнивать китайскую музыку даже современную, они же, это как небо и земля, это абсолютно несопоставимые вещи. Я впервые в жизни слышу, что можно сравнить музыкальную культуру. Это значит, что, вот представь себе, кто красивее, например, Мира и Матери или Марайя Кэрри. Ну, это понятно, но просто... Это непонятно. Вот это надо единственное сразу ограничить. В отношении музыки вы ушли в национальную особенность, как люди воспринимают через свой национальный звукоряд. то есть здесь, например, вот сейчас недавно до кучи людей сбрасывали все произведения, например, так, век, например, Георгерсон, по-гречески это Ларос. Ну, его просто называют как Джордж, Даларос. Известнейший певец, но в котором основное ядро вот это греческая ромбетика. То есть специфики греческой музыки, которая, по сути дела, определяет все Средиземные моря. Оттуда уже идет развитие итальянское, французское, но не наоборот. Андрей, секундочку, но все равно я сейчас сутки буду наставить на своем. Но, почему мир не знает великих китайских музыкантов? Ну, бессмыслено. Во-первых, давайте скажем так, что вот это определение весь мир включает в себе только русскую вот эту лексику. Почему? Почему? В Америке неизвестно великие китайские музыканты, в Европе их не знают. Подождите, как? Во-первых, хорошо. Андрей, назови, пожалуйста, одного великого китайского музыканта. Понятия не имею. Вот, вот, о том речь, о том речь. Ну, так я, подождите еще раз, с каких позиций мы будем оценивать? Вот еще раз говорю, в отношении, например, с позицией мировой, мировое признание, с позицией мирового признания. Насчет признания давайте сразу оставим в покое. Например, совершенно спокойно, мы говорим, что есть, есть, например, музыкальный институт, есть консерватория, где, так что или иначе, изучают и преподают, ну, классическую музыку, которая создана, ну, скажем, условно, да, ну, условно до начала 20-го века. После этого уже мы начинаем говорить о новой музыкальной культуре. Вот там есть определенные свои отцы основателей, вот того, европейского музыкального звукоряга, фуга там, контрадансера. Вот этот очень ограниченный круг, связанный с европейской культурой. Дальше Европа, начиная территориальные захваты, ну, где-то сейчас, 18-го активную, может, раньше чуть больше, территории других стран. Вот на этой территории они вдруг открывают, что есть свои музыкальные, как бы, стили и направления, свой музыкальный звукоряд. Вот это трудно представить себе в России, потому что музыкального звукоряга своего нет вообще. Русская православная церковь боролась насмерть, буквально в смысле, до сжигания музыкальных инструментов и сжигания вместе с аторами. Вот, РПЦ до 1910-го года контролировала все. Тексты, песен, музыки. У вас уникальная система была. Вот вам эта система уничтожила вашу древнюю культуру, если она была. Мы не знаем ничего, поэтому кто вам говорит про какие-то там веды, беды, меды, это чушь собачья. С помощью РПЦ все любые, ну, скажем, религиозные какие-то послания или догматы предыдущей религией уничтожили здесь под корень. Вот, поэтому, когда так же, когда европейцы стали открывать, то же самое Китай, они открыли свою музыкальную культуру, как в Японии, как в Индии. Дальше происходит следующее, опять возвращаясь, какая женщина является красивой. Ну, как в Европе, вот вспомните, какие считались, как бы, эталом. Ну, Клаудио Кардинали, Моника Витте, да? Вот, ну что, Афи Арджента, ну, например, Брежит Бордо, вот это в общей пятерке. Где-то рангом ниже уже пошло, ну, скажем, Софи Лорен. Еще вы посмотрите особенность этих лиц. Прежде всего, геометрические пропорции, прежде всего, симметричные, достаточно плотные губы, которые идут по всей ширине. Вот, эталон таких губ, это была советская такая актриса невысокого роста, Ирина Печерникова. Это как бы губы вселенной. Маленький загиб, вспомните, доживем до понедельника. Даже как мужские лица, так или иначе, все-таки сошлись на стереотипы европейского варианта. Ну, как бы самый красивый народ, берем всякие хорваты, сербы северные. Забыл актера, который играл в этот человек, Анфибий, хороший у него был образ такой, забыл, как его зовут. Ну, это любой официант в Италии, в Сербии, вот будет более красивый, чем этот товарищ. А как его звали, что-то я забыл, убей бог, не помню. Вот и кумир всех женщин советских, это с ума на нем посходили. Я к чему возвращаюсь, когда вы говорите признание и признание. Так вот, понятие признания включает в себя определенный, в общем-то, ну, медийный аппарат, то есть газета, какой-нибудь билборд в Америке, да, вот, который ориентируется на электронную музыку. Ну, какой-нибудь там Magic Review где-нибудь во Франции пожмут плечами и скажут, да мы не знаем эта культура невозможна, то есть не существует. Так же самое, как итальянская школа или греки, которому упорно в бредовом цене не придет, например, хотя вот этот великий... посмотрел, Владимир Коренев. Там юмор-то в чем? А там еще это снимал Свертинская молодая, тоже красивая, кстати. Значит, еще раз, давайте, вот, когда вы говорите признание и признание. Шесть миллиардов людей, среди которых существует, в общем-то, свои какие-то направления. Вот мы единственная страна, где музыкальной культуры нет, потому что с вами боролись. У вас есть церковная литургия. Вот на базе церковной литургии, еврейских, в общем-то, синагогальных мелодий, ну, все, например, инструменты, вот, в России, это были только еврейские, семиструнная гитара, это великий кантор пражский, я создал этот звукоряд. Ну, цыгане, они перенимают на любой звукоряд, когда попадают в любую страну. Это таинственная персона, которая самостоятельно, мелодиями, песен вообще не существует при рове. Уникальнейшее явление. Но в России почему-то им нравится, потому что они первые в мире создавали систему, вот это идея шоу, идея праздника. Это же был, как бы, переносной, такой движущийся бордель, потому что всех этих актрис, там, прочее, любой купец мог тут же купить, в эту же минутку это все забыли. Как купить любых мальчиков, это люди создавали иллюзию праздника. Вот. И они почему-то берут эту еврейскую балалайку и еврейскую гитару. Ну, они же не взяли, например, испанскую все-таки. Они взяли... То есть им все равно. Но они имели право исполнять. Немцы штунга и штунда, ну, штундисты, то есть, грубо говоря, протестанты, кто имели право исполнять свою музыку. А армяне... Андрей Георгиевич, минуточку. А вот как же тогда быть вот с этой русской гитарой семиструнной? Ведь она так и называется, русская гитара. Называйте, как хотите. Можете называть магендоид русским знаком, в общем-то, великой славянской культуры. Вам никто не мешает. Просто есть это автор даже, я вам только что сказал, пражский кантр, Владимир Высоцкий. Не путайтесь с певцом Владимир Высоцкий. Да это я уже понял. Вот. Просто когда вы будете изучать историю музыкальной культуры, вы придете на синагогальный инструмент, так же, как барабан и ударник. Ударная группа могла быть только в еврейской синагоге отбивать ритм. Вот поэтому, когда вы слушаете, например, настоящий, классический, древний еврейский ансамбль, исполнитель Бабкина и Кадышева, вот, чему того, что, например, вещь той русского языка так или иначе вышел язык и еврейский, вот этой гуннской природы, поэтому она поет на еврейском языке, но произносит по-русски слова. Вот это создает впечатление. Вот это ударная группа, вот это ритмика. Ну, окажется, вот вы говорите по-русски, вот стол, вот эта кружка, чай, вот это условный язык, он очень недавно сформирован и формализован. А про музыкальную культуру говорить нечего. У вас, великие ваши кристомозиторы, это были очень русские круга людей, дворян, которые, ну, я по-настоящему это 2015. Вот в этом круге, ну, была идея домашнего музицирования. Ну, скажем, богатые купцы. Ну, богатый купец, он своей первичной основе назывался первобытное состояние, все равно был сословие крестьян, потому что купец определялся, сказал, сословие купцов. Не по сословию, а по цензу, обороту. Вот, сословие дворян. Это сброд со всей Европы, как и в России, как и везде. То есть, родовые притязания, там, он может быть из татарских дворян, кстати, не удивляйтесь, дворян определяется по принадлежности к родам, которые занимал какую-то территорию. То есть, грубо говоря, всегда мы идем к единой родовой линии какой-то, про Цуноя, к трем представителям родов. Вот. Ну, может, и не повезло. У вас, например, Зойки Палеолог, когда она привезла с собой греческих, в общем-то, ну, теоретик, греческой литургии, вот эта литургическая музыка, она стала доминировать. А в основном оставалось только голосовое пение где-то. И то, это их трудно было передать, так и с нотами боролись. У вас до 17-го года, например, в народных школах преподавали пение по крюкам. То есть, это 17-й век вообще. То есть, понятие ноты, это вот два шага делать в сторону. Вот гимназия. Вот отец, вот эти гимназисты. Вы делаете шаг, у вас 123 миллиона сословий крестьян живут, и в рамках церковно-приходской школы изучается вот это церковное бытье и пение-то по крюкам, то есть древним. То есть, это вам ничего не давало. Это вы могли существовать в такой же рамках в 16-е, в 17-е, в 20-м век, как это было. Поэтому, когда сейчас вы уже берете, ну, даже любая сейчас, что бы у вас нет, певца и композитор, вот еще внимательно послушайте, просто на интерес. Вот еще раз говорю, просто таким же, как вы, вот буквально вот все три дня я просто перегонял ссылки на вот этот Георгес Доларус. Потому что он, например, чем отличается? В 87-м году, вот как раз на распаде, он взял да выпустил диск Латина. И вот он там переплюнул латиноамериканских марьячиц. Ну, что не отнимешь такой выдающийся, такой талантливый товарищ? Вот, если вы послушаете, Георгиос, или, может, знаете, Джордж Доларус, это односильно, вы увидите гигантский плац средиземноморской музыкальной культуры. И вот, я уверен, что средний грек также понятия не имеет про каких-то китайских музыкантов. Но китайский музыкант, да будет вам известно, все было связано с этими 24 основные меридианы, проходящие еще. Музыка была под государственным контролем очень серьезным. Потому что каждая нота, каждое положение тела китайских танцев, значит, это опять узкий круг аристократии. Но там аристократия больше смещалась к мозгам. Вот, единственная нация в мире, где студент, вообще чиновник, что разносильно, это имеет отчетно-почетное назначение. То есть, там, сказать студент, все равно, что у нас сказать где-то, ну, монах францисканец, например, не сессивец. Вот, в Китае, иди обучение. Даже сам факт, что сам грамматика вот эта китайская письмо, оно изначально отщекает, отщекает идиотов, потому что, даже вы, зная китайский, но вот эта система иерографическая обозначение предусматривает очень серьезно, абстрактное мышление взаимосвязями. Вот эта культура письма, при котором, просто, ну, знаешь, как мастер масонской ложи должен спокойно начертить правильный семеугольник. Вот они умышления должны быть настолько подняты выше вас всех, когда вы рабы еще, рабы-семитры, рабы-взаимосвязи, и семеугольник выпадает за всего, за весь мир. Семеугольник стоит выше всего. И вот просто вам прийти в любую ложу, ну, чтобы сказать, я хочу победить мастером, скажем, 20-го градуса, у меня 15-го. У меня свои феньки какие-то там. Ну, а какое у вас основание-то вызвать? А я если прихожу, был с 30-м градусом. Я черчу вот так на столе в такой хуё. Мне кланится. Все, дальше уже иду. То есть это свои отношения, которые в основном мастер-пените, никому не доступны, никому не понять. Поэтому китайская, каждая нота, каждая пение, там всего, это я не говорю уже в последующий период 20-х. Это древняя мистическая форма, лечебная форма, медитативная форма. Вот, посмотрите, их инструмент. Вы слушать нормально не будете, короче, как тоски и передёрги, ничего не будут. Вот, где-то похоже, мы смещаемся, например, знаете, вот смотрите, чтобы понять, насколько древняя система, вот эти, взаимая связи, звукоряды, энергетики, вот эти 20 миллионов всегда помнить, как у индусов. Вот это 15 чакр, то есть 50 лепестков на чакрах. И вот, посмотрите на ситар, как играет индус. Я не говорю, что такие шарлатаны, талант, но сама доклина. Ситар, это великий инструмент, это прекрасный инструмент. Там больше вина нравится, тот же ситар, только немного по-другому, там тональность больше. Все равно, никогда китаянка не станет Моникой Белучи, и никакая музыка китайская никогда не станет рок-н-роллом. Вот, наконец, мы опять пришли к тому, с чего и начал. Кто берет на себя определение, эталоны, откуда берем отщепь? Я. Я просто, вот в том-то и дело. Великий теоретик, искусство, Лев Николаевич Толстой определил искусство, средства заразить зрителей, читателей, поэтов, в общем-то, вернее, читателей, теми чувствами, которые испытывает автор. Он приводит пример огромнейшей, знаменитой работы, запомните, может, поэтому и убили в 1910 году, что такое искусство. То есть, и он говорит, что как может быть эталон красивого лица, скажем, у францужинки и вот, и угандийки. Вот, говорит, ну, какая-то северно-ирландская народность, например, и мы говорим, например, юг Румынии. Разве можно, чтобы кто-то красивее, или как? Так вот, происходит в нашем мире очень интересная ситуация. Вот, когда всем говорят, например, диктатуры Америки, ни один из вас, идиотов, никогда не задумывался о том, что уже знали интеллигенты всего мира уже, начинающие один 19 века. Америка навязала всему миру эстетический и технический стандарт. Понятие красиво определяется только в Соединенных Штатах Америки. Вот парадокс ситуации. И этот эстетический стандарт автоматически перевел восподчиненное положение любому указанию, исходящее из Америки. Если там определяет красивое лицо, а какая-нибудь мексиканка, они говорят, ну как же так быть, а я же никогда не буду белокурой, бестией. Так, вы что, ребята, вот это и есть идея фашина национальности, потому что не думать, что это какой-то сброд, как это уже давно нация, да вы, очень таинственный народ. И вот они навязались там, поэтому, когда вы говорите, что вы определяете, но вы автоматически воспользуете запасом выборных направлений, которые у них созданы, я же вам еще раз говорю, такое понятие, как Ромбетика, например, в Греции. А в отношении создания мелодии, вот грекам, пожалуй, равных нет, я вам скажу. Вот, и смотрите, чем, например, Моццерк интересны, по сравнению, посмотрите, вот итальянская опера, там вообще-то одна мелодия, это редкое явление вообще создать мелодию, надо вам сказать. Поэтому, несмотря на то, что вот это очень хорошее постановочное решение, как угодно. А Моццерк создает мелодию, для каждой арии может создать, для каждого персонажа. Вот так, примерно, если посмотреть. То есть, по сравнению с Моццером, там, Бетхоин, это колхозный, в общем-то, балалайщик, по большому счету. Это понимать надо. Не случайно, живо, заочинский, так наградили, там, чуть не мастером, ловом, ассоунский. Вот он создатель. Вот так разница. Вот, например, самый талантливый писатель какой, с точки зрения тройского потенциала, Дарри Денцову, она создала четыре образа экипажа. В мире такого не было. И у каждого свой язык, свой круг общения, то есть, свой систем пристрастии. И вы никогда виолу-таракану не пользуете в Дарьи Васильевой. Вот там система жизни, как угодно. Вот создать, вот эту линию развития образа. Ну, чтобы вам вспомнить, например, единственный Перри Мейсен, адвокат, да, его создал Гарнер. У него второй персонаж, который где-то был в Китае, что-то обучался. Ну, там уже даже почти никто не знает. Ну, прокурор, например. Ну, очень невзрачные три серьезных романа, больше что. Рекстаут создает, например, этот, Гарри Гудвин и знаменитый мыслитель, Нервольф. То есть, как бы он разделил Шерла Холмса на два лица. Один оперативник, Арчи Гудвин, ну, бывший, как морской пехотинец, какой-то такой. Вот. А второй, мыслительный, сидит, закрыл глаза, медитирует. Вспомните еще хоть одного писателя, который создал четыре образа типажа. Героев в романах может быть много. А вот типаж создать, ну, Тургенев что создал? Базарова? А дальше что? А у Толстого, ну, считается, что он создал образ Пладона Каратаева. Но на самом деле все остальные признаки очень хроникальны. Толстой весь почти что журналист. У него, как правило, был конкретный персонаж. Вот тоже Анна Карина, это конкретный обер-прокурор Синода. Конкретный ее любовник конкретных ситуаций. Он очень хроникален, очень конкретен. Вот создать образ, типаж, говорит, о, ребята, это и есть задача искусства. Просто вдруг появляется какой-то критерий. Я сам поклонник американской культуры, американской музыки, но я знаю, что я, как говорится, отталкивался от отторжения от этой искусственной музыки, которая была в СССР. И я после понял, почему это на самом деле. Она была вся искусственная. Потому что надо было принимать или церковную литургию, или перепев с европейской классической музыкой дворянской музыкой, то есть там какой-нибудь Бородин, несмотря на то, что вроде он химик, да, в общем-то, внебрачная сынка Блорис Мелькова. Но на самом деле это все европейский звукоят таковой. Вот как у нас говорят, какой-нибудь там знаменитый балалайчик, баянист и прочее. Ну, один правильный, один смещается в испанскую культуру, другой греческий, там какой-то приводит, а другой бах, на аргане играет, на баяне играет. Нормально. Русский музыкант. А ему играть нечего. Потому что, если вы переберете задачу после революционного периода, вы вдруг увидите, кроме евреев, которые, ну, были носители, вот это вот, они обслужили все религиозные бытовые праздники. Вот это клизмерин. Вот они играли все вот это вот так называемое украинском, пум-пум, вот даже сейчас, когда посмотрите, например, вверх к сердечке. Вот весь ансамбль, это клизмерин. У них, кстати, по-моему, лучший трубач, наверное, Евразия. Леня Рамштайн. Вот послушайте, что он выделок на трубе. Только у Румынии могут еще вот так вот сыграть. Ну, может, немного в Сербии. Так, Андрей Георгий, сейчас немножко сменяем тему. Вопрос, а то мы просто будем растекаться так, мыслью подреву долго, надо немножко так поблицовее отвечать. Вопрос Купцова. Объясните природу человеческих страхов в плане комплексов и чрезмерной закомплексованности в рядовых бытовых ситуациях, а также любого контакта с противоположным полом или лицом с заведомо сильной, сильнее, умнее, власть не вас. Откуда эти страхи, почему и как избавляться от комплексов и этих внутренних страхов и неуверенностей? Вот, если кто-нибудь умудрится сразу ответить на этот вопрос, ему поставят три золотых памятника в ЮНЕСКО. Потому что лучшие психологи, психиатры и исследовательской культуры занимались вопросом нашей фобии и страха. Единственное, что, как бы характеристики, ну, как бы сформированные, ну, вот, например, идея вообще страха как такового, идея смерти, страха смерти. Вот это основа вообще религиозной догмы, например, человеческой культуры, когда человек старался все больше и больше отделять себя от возможной угрозы. Ну, простой пример. Аргентинцы, например, где культ ножа, они считают, что пистолет это оружие трусливых американцев, которые боятся подойти к противнику вблизи. Вот, контакт в контакт. Знаете, вот короткий греческий меч такой. А для того, чтобы поддалить противника, надо сделать дневную рапиру, вытянуть руку и вот так вот что-то есть шелудить. Или можно подойти к ситаганам, которые предусматривают очень близкий контакт. Или японская катана, в котором люди, никто не блокирует удары, никто не фиктурует. Это было. Человек использует доктрину слияния со смертью Бушеда. Он просто бьет в человека. Думать даже не будет. Вот, специфика, вот эта вся культура жизни, при котором надо было с восторгом написать поэму и спороть себе живот. Ощущая великое счастье, освобождение от земной оболочки, слияние с идеей смерти, которую нам дала великая богиня Матерас. Вот эта система культа, культа смерти. А идея страха, удары в лицо, самая страшная, потому что это ваш лифт, это ваше достоинство. И вот человек, который в состоянии с детства где-то преодолеть, это интересная особенность. Вот, возможно, и к этому сходится очень давно, это есть программа. Вот даже как у женщин программа, например, сохранять вид, род. И самая большая сложность, это войну, например, для разведки, прочее, чтобы заставить, чтобы женщина, какими-то девчонками, выстрелила кому-то в пузо, германцев. Поэтому искали тех, кого уже изнасилили, когда-то там били, калечили. А просто нормальная женщина, у нее не в состоянии, как и сейчас. Она будет вытягивать руку, просить, не подходи, ее подойдут, изнасилуют, из урода там где-то, закопают в яме, как угодно. У нее недопустимость, ее весь организм протестует против этого. И одновременно вот этот страх несоприкосновения с внешним миром. Вот мир вашей жизни, вот на ладони. И вот все, что из нее, вот это несет опасность, угрозы, честь и достоинство. Вот эта идея дуэли, кстати сказать. И почему англичане, все-таки является, английский аристократик, является, может быть, самым мужественным народом в мире. Они впервые поняли, что дуэль должна происходить вот так, удар в лицо, когда лорд бьет в рыло Харри. Не случайно же у них игра аристократическая, регби, где люди несут яичник своего рода. Вот все у них и там там прочие, это и Оксфорд, ну какой-нибудь так вот. Это родовые учебные заведения. Они живут управлять миром. И там как раз, как ни странно, удар в лицо считается нормальной формой взаимоотношений. То есть англичане, кто поражили наши командировки, особенно войны, там старшее поколение, переходит в драку сразу. А бокс? Вот так я и говорю про англичан. Я говорю про удар в лицо. То есть право ударить противника. Мой рот бьет его. И поэтому для англичанин получить, он заранее готовится к тому, что он будет бить морду. Хотя бы раз 20 за жизнь он должен как раз испытать это ощущение. То есть, ну а как так постоянно победить не будет, не можешь. Вот это пренебрежение, ранение, как посмотреть. Даже в фильме, когда они встали, сейчас очень интересно. Знаете, вот там даже героини, я забыл, что знаменитые, у них следователь, такой, ну, деревенский. А деревенский потом выясняет, что он, этот дверьнин, там тоже, вот, то есть у них все такое нормальное следовательство. А это не Америка, это не Россия, матушка, это очень серьезно. А, кстати, вот такой вопрос, а вот простолюдин мог обидеть, оскорбить дворянина, например? Ну, если хватит дух, чего бы нет, кто мешает? А вот какая реакция обычно следует? Да никакая, еще раз, смотрите, во всех странах вот эти родовые притяжения, вот почему я сейчас опять возвращаюсь к предыдущему, что мы не договорили. Вот идея одновременно воинского братства, это массовая, как бы, воинская пидоросстия. Одновременно раб это тот, кто побежденный народ, которых насиловал мужчин, воин. Вот отсюда отголоски постоянно вот этот фалос, постоянный хрен. Поэтому весь Кавказ, она, говорят, идея кунак. Кунка, это кунка, это влагалище, это воинская культа пидоросстия, воинская дух, какой-то, то есть это такая немного полузакрытая тема. Вот, ну, главное действие чилица, кто в Германии были, штурмовики, рема. Это практически армия из гомосексуалистов. Вот, но идея, культ Спарты, одноглавый Орел, там проще. То есть, опять же, я возвращаюсь, почему опять по поводу музыки. Китай очень законсервированная страна, и кроме массовых там песен каких-то там, вот эта вот ихняя, как бы, храмовая, элитарная музыка, она и осталась закатом. И ее никто никогда не популировал, никто, конечно, не знает. Тем более, никто не запомнит имя какого-нибудь исполнителя. Даже, как мы знаем, ну, а много, вы знаете, индусских исполнителей. Вот, если бы он не ехал в Америку, знаменитый, ты забыл, он музыкант, который всем известен, с Беснами играл, скринс-кривот, ревайвел. Вот, а по-настоящему, это индус, когда вот приходилось на выиск, где-то у них небольшие такие тусовки, ну, мы все, придется принадлежимся, там садится за вину, какой-то хрен голландский, и начинает там исполнять. И вот тут понимаешь, что сразу другой подход. Вот, когда вы увидите вот этот Джордж Долларус, который исполняет Малогини, вот, запомните, в музыкальной культуре, как видите, кому известен, ах, что такое американская музыкальная культура без Джерри Льюиса, который очень недавно формализовал буги-логи рок-н-ролл. Остальное, это было очень неоформлено. Она недавняя музыка. Один негрый создали эмоциональную выразительность. Именно в силу того, что плохо знали язык, прочее, но у них специфика была вот эта импровизация, то есть, что восполнял им языковую культуру. И эмоциональная насыщенность, дело даже ограничено, нашу семистронную, вот эту вот, семиминутную азбуку, они упорно говорят там про 14 нот, и надо еще вставить вот это диезо бемоли. А минусом 50. А наши, черт манды, пять нот, пентатоник. но комбинация вот какая самая сложная игра в мире которая играет люди на столе которые вообще невозможно перевести на компьютер шашки вот когда поинтересуется этим вопросом шахмат они примитивны а шарки уникальная особенность не случайно же все великие люди играли именно в шахте там комбинаторика возрастает где-то геометрические полоски что есть сложность там теорика кого невозможно так сильно интуиции идет сверхразвитие а формализованы как бы шахматы мне играть как бы на нормально на самом деле я вам приходилось интересоваться сравнением услуги не спас а мне казалось шашки примитиве чем шахматы это многим так кажется вот это также как перекос затвора финновском карабине примитивно до 2 но так как это геометрически выраженная идея гипотенузы великой связующей силы двух векторов развития то по сути дела это божественной природы карабин сильно это космос вот примерно так так вопрос читаю вашу книгу странная история оружия интересно со временем вы поменяли свое мнение о романовском заговоре вопрос он продолжается до сих пор это дворянство готов романов захватила власть его представитель владимир путин откровенно и сказал мы пришли взяли власть но первым навсегда какое мнение поменять когда все в истории вашей страны связанности когда вас до сих пор подчинять стран договорам которые романовской администрации заключалась иностранной фирмы вы не имеете права сейчас не в советском союзе не вот в этой стране заменить вот этот ебаный патрон с францем спринфилд вот 7 6 2 на 54 и именно поэтому вы нужны пользоваться создавать двухэтажный пулемет потому что у вас из ленты невозможные вытолкнуть как обычный маузеровский патрон когда выталкивается на прошив я продвинул ленту и совершенно спокойно у меня затвор выталкивает но чтобы ваш патрон за крайнюю запихнуть в ленту у вас это пленец не даст ее пропихнуть и создано очень сложная система первый раз создал американец для этот патрон вот для за крайне он как раз не рассчитывает главной поставки максим если вы посмотрите что это за конструкция это планка который двигается вверх захват патрон пока она отходит вот на такой сложной пружине но он знаете хаэ максим вообще создавал параноидные вещи самые сложные планеры самые сложные моторы то есть он явно был шизофрение кончено уже и вот этот пулемет который немыслимо и вот нормальный человек вот один раз в день посмотрите в музее учебном классе какой же критин придумал германцы сделали проще патрон без окраины и у них как одна планка двигается затвор и у них по другим переводчик я продвинул затвор под мг 34 да и в этот момент у меня вот изменить геометрию я на это расстояние отодвинул ленту и у меня этот затвор протолкнул вот этот патрон ствол то есть проще нарочно не придумаешь но в германии есть германия в этом плане в отношении принципа да у них они сами не создают но вот это же работе и вот и смотрите другой какой пулемет сложная система начи надо захватить как у нас ротный пулемет знаете но у нас винтовочный патрон применять там идет такой блок который вверху так захвата верхний патрон отходит ну как в браунге 18 года а здесь должен переводчик опустить его вниз следующий цикл мы опять теперь запишем этим затвором этот патрон захваченный ствол верхние уже этот планк над затвором опять захватывает следующий патрон и вот только тогда начинается цикл то есть удар потом пошел пошел обратно у меня пошел первичный патрон захвата только потому что вы не в силах отменить вот это царская обозначенность и право и обязанность пользоваться этим патроном спринкер вот так кажется что все просто то есть бред сивы кобыла он нахер никому не нужны все волком будет конструктор от этой закрайны ведь весь мир давно перешел на винтовочный патрон но он без закрайна поэтому это можете судить 320 где-то джоли или там килограмма метров я все время путаю одни в сто раз больше там 10 раз больше другой меньше ну скажем 320 джоли да вот это наш ментовский патрон вот это натовский патрон т-65 вот г-3 вот берет вот зико н там все это лавочка вот великий американский винтарь м-14 уже м-22 и это и есть тот самый российский но всего наши закрайны мы табельный образец сделать не можем у нас слишком большая дуга будет один сильно помудрился делать своих винтарях по 15 штук а больше не как а всего-то напросто это и делалось что искать на германском пулемет когда мы закупили шкаф снова шкаф никакой не шкафская них это маузер вот где-то двадцать третьего года вот этот поворотный диск который поднимает ленту там надо вытаскивать засовывать так вот для него делать линии чтобы сделать патроны а линия какая набрали тех уголовников заключенных там каких шулеров и там задача очень просто чик подается просто рукой провернуть сюда вот такой маленький резич раз за этот пулянис мы снимаем и делаем за крайном и у нас этот пулемет где с тридцатого года выпускается для авиации но потом опять вернули в силу патентных отношений у нас опять шкаф переведена за край но был период то есть тот момент можно было изменить все стрелково-пулеметную линию развить она решает это не вы не здравый смысл это громадские дворяне которые находятся в аппарате министр обороны в главном артиллерийском управлении в гао который постоянно стрелковый комич который поделяет чем вооружить рус ивана поэтому можете выдумать что угодно любую модели но у эти романовские дворяне как выглядит за год до сих пор главном артиллерийском управлении определяет почему у вас до сих пор существует самый сложный в мире в изготовлении применение затвор маузер 902 года так называемый автомат калашников изготовление затвора это можно сделать два с половиной пулемета мг-34 посмотрите машинное время вот это понятие за одуреть надо или симоновские системы тревога всем мире симоновский карабин уже входят во все спецчасти ну то что это мощный патрон иногда не нужен достаточно просто от 7 6 2 3 43 года вот и любители как угодно то я вообще лучше ничего не придумал и самое главное что он самозарядный то есть исключать возможность по русской дуле или по черт манды в общем-то психоза дать на автоматы выпустить весь магазин белый свет как копеечка англичане даже свои фейнфау делают для пехоты вооружения полуавтомат нужно знать человеческая психология одинаково от страха вот как раз мы возвращаемся к этому оттянуть от себя отдалить как можно дольше вот и поэтому подсознательное вот это нарушение целостности лица от силы поэтому любовь это вхождение в тело вот нож намного страшнее пистолет почему все боятся мусора кругом вот если придется когда никого тыкс я говорю пошли не раз мне приходилось тыкс своего приемного сына усыновленного такая грязная чурочья падали блять вот как все чурки надо один раз было в летность квартирной брата чурками блять чтобы потом все вот эти христианские все мои закидоны вылетели я вот эту падали изучал на своей школе были и я понял это другие люди это другая это это другая космическая программа черт манды это биология другая это вообще другой даже бенофон какой-то космический поэтому запомните это никакого единства быть не может как только мы дошли вот туда где гуны проходили все наконец андрей что вы можете сказать про северную корею она как показатель безграничной терпимости людей власти вопрос а чего взяли что вы имеете они какое-то представление я в этом посольстве на праздниках участвовал в раз 15 вот мои выступления в защиту идеи чуще которые но по сути дела по на мой взгляд вот развивает идею платона чек мерила всех вещей доктрина политическая доктрина где каждый человек является сверх человеком он является продуктом космической в общем-то морали и развития идея чуть-чуть один против десяти один против ста один против тысяч дальше когда вы смотрите что корейцы делать во всем мире вот эти салаты прочее вы понимаете что даже они живя здесь умудряется сделать создать такой вкусовой набор кроме то не сделать вот это не мышь у меня был один приятный декан но зарубил по сектант а до этого он кончал кулинарный техникум и проходил практику в пекине такой в пекине как оказывается в общем китае все регионе когда надо вот создать соуса покупает в корее как корейцы делать это соуса хер их знает формально все знают ну там рыбы с высоким как он ну пойди сделай и вот например самое лучшее блюдо в этом в стране пекина он и так притягиваем до консервы китайские прорисовая доктрина познаете это растительный бамбук там грибы как вот если просто так коньяк там никто не будет пить там обязательно запихать самое главное двойное дракона помимо этого коньяка там змею под или например вино которое обязательно будет настояно чем-то китайской это разнообразие вина не хоть ребята это в грузии ловить ничего просто но не своя специфика так вот что получается вот этот корейцы создают из соуса вот просто любую свинину режет ну там блюдо где как барабу не имеет значения формы и получается ароматнейшая какая-то хреновина который вот просто-напросто берете дурацкий шматок вареного сала в соусе и происходит к решению поэтому корее это пока вы до конца не узнаете древнюю культуру там свой язык своей систем тоже своя музыка лучше донесу вас у них вот это азиатчина она конечно доминирует то есть грубо говоря даже вот эта доктрина кпсс там без классового общества а действительно так произошло вот корея то не китай у них жесткого такая вот вертикаль власти но в силу того что климат как биться хороший но земли мало вот там и очень малые ресурсы для выживания и поинтересуйся как корейцы вели войну еще надо с японцами давайте будем дальше идти артем артамонов вопрос купцову что скажете о телегоне о девственности при первом половом акте будущих родителей для более лучших породок продолжение своего рода или это все бред нет ну давно уже только психологи рассчитали интересную вещь что как ни странно вот первые соите накладывает какие-то генетические изменения вот очень интересна такая штуковина что как бы определяет этот генотип первого партнера который из другого мира еще такой от меня дополнение вы же как историк должны знать вы же слышали такое понятие как приманоктис вы знаете в дворьяне очень часто или приманокстры там как хотите называли так как угодно вот это право барина на первую ночь первая дефлорацию как раз невест вот здесь знаете я вам скажу здесь неизвестно что больше вот как бы сделать себя отцом чего рода как говорится древняя такая патриархальная родовая рабство это вопрос который как ни странно мало кто рассматривал но вот честно прочего одни из главных пункт любого восстания народного это просто-напросто отомстить барина никогда не интересовались что баринам их детям прежде всего отрезали вот все хозяйство прежде когда мужички в 1905 году врывались в усадьбе прежде всего отрезали хозяйство очень часто запихли потом в глотках женам на вот этом стиле это право барина ребят это не так все просто поэтому с одной стороны вроде как бород распространяется во всем мире а с другой стороны как быть с ощущением достоинства своего права начать свой род вот в этом заключается особенность то есть по сути дела древняя такая полу мистическая полу сохраняя такая система она предусматривает единый род единой линии но при этом никто не ставит под вопрос право самого человека начать свой род вот отсюда мы подходим откуда берется род вообще-то правящий ведь собственно какая разница как бы как бы вот заметьте что интересно знаете вот на украине не знаю как сейчас а в конце 19 начале 20 века вот отметил интересную особенность например девчонка до брака ей никто не судья вот украинские пары жертвуется то есть проверяет на постели свое взаимоотношение но они в потомке древних иудеев они же в общем то ну как бы правящие рода династии они могут себе позволить поэтому их рот немного по-другому вот обратите внимание все наследственные права у людей это по отцу то есть он сын должен знать 7 колен предков 7 имен отца ну свое имя это знаете называется кинуть кого-то надеть на как много он а на самом деле кинуть это стебальное имя данное для гора он так и называется кинуть вот это же входит там это новым борисович абрамов там где этот кинуть а на самом деле у него свое имя которые его один раз говорят при бармицвай и при смерти там передается своему сыну до когда это опять через раввина ну и 90 процентов и никто вообще ни хера и и черт дословной по матери вот отношения в одном случае когда мы продолжаем единый род стараемся поэтому вот это первое браке но их невеста как угодно испайков а с другой стороны на оборот отрицание вот этой единой линии и там чисто родословной связи то есть грубо говоря опять русская правда то есть этот еврейский каган и князь владимир вот это русская правда почитайте найти общая предка считать великолин и тогда брак и не имеет значение кто с кем трахался вернитесь пожалуйста к мысли о телегоне просто всех волнует это реальность или бред потому что все уже достали этим вопрос подождите давайте скажем так упорно есть утверждение например по составу крови по психи как угодно вот первый брачный партнер первый кто нарушен целостность вот этого организма странам и он влюбил свои семьи оказывается оказывает намного больше влияния на потомство чем любые последующие вещи то есть даже меняется биохимия биохимия крови там обмена веществ это очень серьезно поэтому вопрос не просто сохранение девственной плево как пленка да хер бы она с ним а вопрос в том какого рода от этой линии вошел мир вот в этом плане просто у нас потом забывается идея вот этой внутренней смысле то в чем а остается как бы чисто формальной атрибутикой но как бы медики почесали репу за последние 100 лет да вообще-то вот если посмотреть знаете я вам скажу самое простое то что уже давно никто не вызывает сомнений я всем предлагаю но никто не хочет вот к патрицианкам ставили статуи красивых мужчин и женщин они рожили красивых детей вот моделирование облика моделирование структур поэтому я когда предлагаю нашу группу структурных форм у нас ребенок родился напишите им кругом треугольники квадрат вот эти архетипы нашего окружающего мира напишите им просто структурную решетку например свинца урана титана вопрос они будут нарисованы и вот структуризация сознания то есть квадрат треугольник то есть он играет будет чем-то не просто как смотришь индусы почти грудничкам берут папа с мамой и скрыт эту руки вас она вот вернее в мудро очень ничего не понимает а у него же правильно за это кулак закручивается он правильно руки ставит где-то вот он кладет где он уже танцы просто так не будет руками махами махать как здесь а он четко поставить напротив например идеи вот воздуха идеи земли и поэтому в конце концов так и получается что если мы говорим например идея дерева но который рубит металл металл мы совершенно спокойно расплавляем огнем огонь мы гасим его водой и получается доктрина управления окружающим миром то есть рук с пальчик со звуков которые мы играем там взаимосвязь и поэтому еще мы говорим что все наши сущность концентрируется в этом семье до дураку понятно что это есть программа программа создание новой сущности поэтому даже нехи не воспользуюсь но она уже пошло она уже пошло и нам налагать свою программу вот этот первый мужчина который остается на генетическом но это опять же говорите на уровне библии никто не подсказал вам никто ни один медик но это все знают так или иначе что да вообще слишком сильное программирование происходит здесь я свой такая реакция вот я сам достаточно глубоко этот вопрос копал в принципе обычная реакция происходит такая женщина как правило это отрицают почему отрицает вас работает обычной психологической защиты то что этого быть не может что это все ерунда мужчины это отрицают по той же причине потому что им сложно признать этот факт что они воспитывают чужих детей что все не так что связи такой какая должна быть с первым партнером ее нет потому что это все таки было издревле когда изучаешь вот эти именно традиции всякие разные ну вот например в мусульманских семьях это все знают что это передается из уст в уста что девушка должна быть девственницы и кстати раньше на руси так было что говорили мол типа девка то чистая ваша спрашивали это не просто так все это смысл где такая мудянка поэтому всех древних культурах дефлорация происходит храмовом порядке дочь от имени божества честь хамурапи египет там это дарим как угодно храмовая проституция храмовая дефлорация именно для того чтобы избежать человеческого участия и дать новые силы вот воздавать вспомним самое главное как начать на дорогу например в династии палеолог вот у них божество бог гермафродит он а двух богов гермес и афродит так вот для того чтобы начать правящей линии создается такая структура но если мы выгадывается по астрологии самый лучший когда божество подходит в земле организуется храмовая ордия когда эту женщину которая должна родить ребенка как бы траху огромнейшее количество мужчин которые в темноте даже не видно кто не исключить личное начало и вот это безадресная семья в ней инкубирует свой дух вот это божество вот канаде орды показаны дофины но у нас пока просто когда трахуется с кем попал это другое дело а когда мы говорим вот именно в этом порядке то есть надо организовать зал где поставить божество изображение как то есть структура как у нас идиоты когда убивает какую-нибудь кошку или бродящего мента думаешь из них силы придется там да там может начертить не так вот на 2 миллиметра и с таким же успехом на сам себе заинцикоса катаешь будет есть вот так же и тут поэтому это просто гигантский плац знаний которые так или иначе разбирали понимали доктринальную особенность но как ни странно никто не развивается за до практически из четких рекомендаций вот параллельно происходит можете понимать это за этим за основу но никто по другому как поклянувшись на библии это не скажет так же как никто не знает такой странно особенность ведь по сути дела смотрите что происходит просто я поймёт приходит единственным последним праведнику значит и мужика который якобы представители бога нужно не троица ну так или иначе заключить договор контракт честь не прочих этого договора обрезанием верхней плоти вот это знак завета контракта брит и тогда он становится хэбруи и по гречески евреас вот это не нация никак это завет с богом контракт то есть он брэм у него контракт брит но если без огласовки и вот главное вот это то есть кто делал обрезание имел право уже есть в пасху спасения казалось бы в америке массовое явление чекопротестантов и там белых черных практически процент 75 но делать обрезание зачем почему а может как раз наоборот и не заключает завет или контракт а кто из вас будет спрашивать я вам с кем не говорю то вы в америке это было бы расскажите мне про виски разлитые по обязательствам ну нормально стандартным близких герм американская а по обязательствам это мы идем составной виски при котором определяем возраст по самому молодому спирту хотя в старых дает больше всего окраски вот и это как бы контракт заключается с государством которое обязанно предоставить то есть нормальная процедура разливого элементации вот или приезжает в америку не знаю то есть вещи которые как бы мимохода мы проходим стороной а она обращается к древним корням почему знак луи филиппа красный белый ну да синий красный белый он до сих пор половина страны считает что это луизиана вся страна вот жилье весь поет на как пропускать профессор отдельная идея страна текстов и дикий запад которые заняли люди как как без рода без племени как бы весь все побережь и поэтому у них страны этот эмблематиками масонской древние дугла и одноглавы орел то есть откровенно идея орла вот что такое орла вот почему когда идея казачьи в рот идет вот а его орла вот это евреи и евреи оголенный как биться фалос поэтому год но ты не орел то есть не еблика вязать очень интересно говорит это просто я сейчас пусть собирает представление что когда вы знаете такой вопрос он намного сложнее своей семантики чем вот так лепнуть что-то с фонари хотят знать просто более конкретно вот это знаете сколько диссертации написано это просто вы предвоенная например ссср были сборник наши графические сборники там например какой-то рейшнер писала знаменитая семья рейшнер исследований покровский писал страхи смерти в общем-то адифпарас там бег знает что венгри кришма там ноберт виннер это просто куча версий которые так или иначе связаны с определенной космогонии космологии то есть где-то допускается обратить внимание например греческая и антическая римская космогония у них на хрен он не обрезаны там висит фитюлечка кожаная так ладно бог с ним с этими девственницами в общем от меня совет поменьше паритесь думайте головой так александр мельник спрашивает это вопрос через донат каково ваше мнение о будущем украины ситуация схожа с рф во власти жиды олигархи а народ нищий самое страшное если мы возьмем территорию от карпат до урала одно там от запада на восток то мы получаем геоклиматическая необеспеченность ну в силу того что там здесь у нас 40 безморозных дней на украине возможности мы на юге возьмем где-то 145 что здесь скажем солнечных дней ну где-то 47 чистом виде на украине скажем в районе 64 но по-настоящему это одна и та же территория с поправкой на истощение земной поверхности то есть грубо говоря почвенная усталость там намного раньше там нет возможности для создания первичных капитала как в россии то есть грубо говоря там разнообразнее чем в россии например там растут жиросодержащие виде подсолнечника там сахар содержащий видит как это сахарный свекл но это пять процентов по сравнению с 45 50 румынии не во франции то есть все как бы казалось бы как по окружающим мире но ровно в 10 раз меньше в упасной клин там меньше чем россии 1 2 сидись 0 6 8 например а где за там 0 34 возьмите справку посмотрите пахотный клин тоже меньше чем россии то есть так как эту территорию всего того что там началась военная промышленность еще 20-х годов на основании этой металлических руд и угля сюда были определенные поставки больше то есть когда например кто-то говорит националист что украина кормила москали нет это москали испокон веков начиная с 18 года сюда двигали кормовые травмы как бы корма там мясо он украине нет земли а там где есть земля свободно там леса стихи это солнце вот нехватка влаги это мало кто представляет себе даже до сих пор думать до сих пор что вот как вот тепло само решает да нет тепло ничего не решает и под активной радиации запускает образование биомассы растений но она должна подкрепляться вот этим атом водорода который формируется из воды а на украине только на севере у них есть 600 600 никто не сеет не пашет а остальная часть украины когда мы дойдем до крымска вот эта территория у нас придет спокойно 250 180 200 сахара вот постоянно нехватка влаги то есть формироваться биомассы не откуда и половина страны леса степень это вы забудь это европа никакого отношения только то название что говорят как бы на корнях славянского языка вот это другой вопрос если здесь на украине один у костровы в лучшем случае еще потрава вот ну как бы полу второй а там 34 а то и 5 на юге это почти что в акции посмотреть то есть там продуктивность поле она еще у нас здесь я постоянно всем показывает самый страшный регрессивный факт вы должны помнить вот это ваша несчастная россия вот когда переезжайте на австрии у вас вот так маленький период где-то холода и петь который не пронизает земля от западной украине такая же история как австрии у них круглый год растут и растений и у них еще в силу биоклиматических особенностей нет влажности вот вернее а влажность порождает облачность фотоактивная радиация вот здесь вишня тишина на полтаве в каменец по дольщике она будет как сладкая вот автоматом просто территории перехода днепр вот это великий днепр который заходит на беларусь и ключ к россии и двина вот это влажный такой определяет территориальная зависит в беларусь приезжайте за двину за днепр там уже березы не белые там другой уже мог там уже влажность чуть побольше воробьи другой цвета пигмент один цвет глаз у женщин мужчин другой ну вот так мимоходиком поэтому это только называется почему их назвали ну ну назовите кто украинцам хотя бы я назвал их в общем-то европейской группы которые сил обстоятельств применять вот этот славянские языки и славянские корни а это другой климат другая сторона она богаче вот то есть вот там как раз мы и смотрим разницу по сути дела для людей кто хочет понять вообще специфика страны надо просто один побывать где-нибудь на полтаве а потом переехать куда-нибудь нают водка в каменец подождем посмотреть вот таких 30 километров проехал и пиздец вот здесь мы нищета клиническая хопляска почему самый главный процент иммигрантов из украины был земли нет коров практически не почему я говорю что украинка любит сало для них не любят они сало этой жизнелюбие они любят весь спектр чувственных удовольствием я общался очень много в акламе это вынуждено потому что у вас коров надо расти как минимум два года то и три а свинью можно за 5-6 месяцев выросли и коров кормить надо а у вас косили сено и превратили к сену сено это одна шестая продуктивность это как солома но попробуйте вот газета пожевать имущество как у шварценаггера накачать так вот эти белки они пропали пока не сушки а камене с подольским где-нибудь там или там внутри четыре укоса значит это трава и и не превращает в сену из кафе просто для кормления для удобства ну чтоб не гонять скотину можно гонять и вот этому разница поэтому там более сильный народ более энергичный как угодно поэтому приезжай к бандеру западной украины здесь мудоха толпа а он сильнее у них блехи на друга клетки а вот восточная украина сдохнет очень быстро вот как украина сдохнет потому что и вернется в шестнадцатый век дикой нищета массовая тотальной миграции но собственно что такое канада ты как ты есть украина обязательно придем к этому но это очень быстро но очень сейчас весной начнется вы знаете вы почитаете такой фамилии автора зубаревич нет запад будет помогать вот уже сейчас я вам всем привожу пример белоруссии не растет ни хера то есть растет ровно столько что позволяет земля который на половину лица болото хер знает как вот ну вот что растет а вообще в центральной россии лапки кругом белорусские мясные молочные продукты какого бы хрена ты что аргентина что это там опасность к того что он по 40 коров на рыло приходится там до сих пор не знает сколько у них коров по сердцу вот бичи пригонит на мясокомбинат но и гонит в америку опять винича заправился и всего так жизни как вот хотите жить нормально броники на них на там русские мигранты сс там также как но не знаю в израиле слов сказать и ребят кто по-русски ахова тебе надо претерсию запрос вот бонус айрес джейки малина говорили с одним мигрантом оттуда гачу уехал но бы не совсем закон в общем-то в ладах был то есть на грубо говоря обычный уголовник пришлось мыться на историческую роль на такой хер бы оттуда и вот эта сторона вот до горизонта трава и трава которая надо выкашивать по сантиметрику в восточной украине но даже как в россии где-то неудобный выпуск поэтому вот справочник суммы лучшего у россии 909 год вот вы берете могу чем перемен нет у меня 909 лично есть бумаги 913 ну похуже немного на все равно и он просто берет статистику рожайность статистике идеально сколько рыжий сколько собрали еще меня сколько овса сколько картошки сколько водки выпить в каждом уезде все есть тип домов крыш например когда вы посмотрите в москве мне больше нравится тип домов например в россии а домов вообще мало знаете квартиру налог платили 600 тысяч народ на всю империю и города основном были польши там вот это прибалтика где-то но западная украина польская территория входил состав и вот а это статистике если мы берем россию 63 губернии сразу ограничен центральной россии он так у нас получается городского населения как такового не было это нищая убогая сторона но какой-то ну пикер единственное исключение андрей георгиевич подытожьте пожалуйста вот кратко так вот что будущее украины кратку тотальный конец или как вот общего того что если скажем до революции в россии на украине это одна и та же судьба то есть здесь еще есть нет еще какой-то газ есть вот а на украине смотрите что происходит вот это фашистское правительство янукович и почему его скинули то вот еще раз хочу повторить величайший в евразии месторождение угля и железо украина практически может просто жить на самообеспечении и вот получается парадокс здесь такой что вот это самое правительство и на курсе сдает на 50 лет в аренду вот эта территория вот это донецкая губерния который сейчас от московские евреи захватили вот они хотят всего лишь быть насмотрщиком когда будет строиться гигантский холдинге попали переработки угля в жидкой горючей она выгоднее уже германия когда стала выпускать его в шестнадцатом где-то году начиная где-то на конца 15-16 оказалось что она выгоднее природной нефть перегонки но более концентрированный компонент и вот поэтому германия запрещает производить теперь фирма ров дать шелы швыру там производит поэтому от украина значит ну олигарх как угодно только люди не понимают так же как в россии не понимаешь здесь нет абсолютно капитала прибавочные продукты поле и поэтому общее обнищение идет поэтапно вот с первого кризиса сельскостехник который накрылся на конструктальном базе сырьевое обеспечение автомобиль как уже продукт последующий роскоши вот читайте доклад заболевших я стратегически знаю что это неизбежно я говорю это уже давно просто раньше говорили было бесполезно мне еще нахуй послали а сейчас когда тотальная нищета нет денег первичная основа денег это прибавочный продукт поля приходясь на одно рыло то есть вот здесь когда мы делим общенациональную систему мы смотрим степень выживания ну в россии очень наглядно на краснодаре скажем по зерновой наберем по зиму но 52 там 45 нет ну скажем по принесу да а в центральной россии 6 это предел 8 потолок это когда готов все развитие почему нельзя объединить не социалистическую систему или абсолютно неравенную систему выживания вот на украине примерно одинаково сложилась система вот мы подходим в опасную клинание пастбищного клина нет то есть без общей системы обеспечения сельскость техника падает урожайность разрушать основной формы от кодочной формы нет гарантированно закупочных цен государства и страна быстрее прикатиться к на литву тотальным обнищаем здесь еще за счет и нет что-то есть а там нет поэтому если возродить скажем угледобычу переход на другой вид энергии создание единой системы народных хозяйств там же уроды кругом у дэнбо что вещи бена мама любая страна мечтала бы начать свое развитие хоть сейчас надо имеет чтоб закончить этот вопрос в дополнение опять же от александра мельника еще вопрос дополнение чтобы вы рекомендовали молодежи ехать ли со страны и рэп и украина в другие страны или пытаться как-то реализоваться тут реализоваться тут может только изменив государственную систему то есть восстановить тему единого хозяйства поэтому здесь или общая организационная такая воля народа который будет регистрировать эти ячейки общества единого бюджета вот есть не этого не произойдет если я ограничить себя просто с лучшими разговором от какой-то года как аукцион между того чтобы составить единую программу собрать в кулак весь потенциал страны а тогда лучше сматываться потому что перспективы самые безрадостные если вы не в составе семейки какими там миллионера то ближайшее время при падении социальных веков год программ наступит в общем катастрофа просто в какой-то форме может быть ну я даже плохо себе представить скажем пусть и военная германия тотальная нищета отсутствие промышленности вот и ну страшная ситуация вопрос решили вопрос просто национализирует к ёбаной матери все промышленность и исходные данные автрии как раз и построила очень интересную систему государства вот на украине можно сделать так как в россии но без высширения какой-то отдельной сферы иначе не сработает так по интернет следующий вопрос ладно в общем вопрос купцова кровный брат сестрой или двоюродный могут завести ребенка или нет говорят что по одной родовой крови рождаются дети с отклонениями почему так нет изоляты как раз вот когда изучали вопрос генетика мне так повезло что у меня семья была стоящая птица там литературу много прочел вот тут смотри есть изолята так называемый вот например кавказ чем интересен там силой сложности рельефа коммуникации с внешним миром определяет мост может только можно строить с двух сторон принять веревку по ней более толстая какой-то доска перекинуть и начать строить поэтому когда постоянные конфликты мост рушили люди оставались в изолированном положении кстати в европы баски там как угодно в горах и вот эти браки которые были из одного рода они были характерны для огромнейших количеств населения включая полинезия микронезия как угодно еще нет генетически заложены болезни то но откуда появится нарушение еще здоровые в мать и отец нет это не надо это вообще не сам факт соите как бы из близких родственников он не определяет дефект или положительные качества потом если у них не заложены болезни который передается на это можно то и ничего не будет исторически в общем-то факты ну как особенно и аристократ когда для того чтобы продолжить рот например иногда сказать но отец когда видя одних дочерей то сказать совершал аксаити европейский династика чтобы хоть мужчина поставить в главе государства не этот проверен тысячу лет поэтому если ваш дефект рождение это династика готова под это гемофилия так она и будет передаваться хоть ты лопни а нету гемофилии так один хрен так следующий вопрос правда что в ссср украина являлась топовой республикой витрины страны смотрите у нас коррекция витрина являлась прибалтика вот там да то есть как говорится но вот спорные вопросы присоединение час петра как говорится оккупированной территории в ссср опять поддерживает игра и вот эти западные губернии но вот весь его в том что как раз перед войной он почему легенда про голодомор украинской она не выдержит критики смешной потому что границы открыты часть территории польши никаких визовых режимов нет чем купал билет ехал берлин париж куда угодно и вот тогда украина как главный промышленный центр и было действительно представлена еще и ссср там тогда еще никопольский газ там эти горючки просто промышленные производства автомобильные трактаны вот и нифе россии вот как раз 30-е годы когда националисты выдумали этот голодомор они забыли что это самая богатая территория вот они определяли мода для всей европы потому что те страны вышли только через первой мировой войны вот вот это да а после ну как после западный военный округ но западный военный округ прикрывала там социалистической страны то есть если перед войной это было очень опасная территория здесь внимание консервирует вся страна вот то после войны но она стала вот обычно такой буферной ниши нет а вот прибалтика да там пониженные льготы там до довольны меньше плановых заданий как угодно вот прибалтику конечно руси ван кормил поила бывало одевал что и позволяло им забитые плавки магазина потому что достаточно большой процесс частных сектор который был вот ну они собственно говоря по злобет когда послали нахер совок а теперь убедились что самостоятельно ресурсы для развития общения в природе и не откатились на ту самую нищету который существовало как раз период конца 19 начал 20 века какого-то шаху до душа вот примерно так а чё сделаешь еще где площади малым блин достаточно хреновенький прохладно солнце мало известковые почвы то они есть но кабельцы влияние ранен а так основном дело на позорчестве почву нет ну серьезно а украина да перед войной представлялась допустим главное как биться показать вообще ссср поинтересуетесь вопрос как раз той территории она же была часть и куперной польши до 30 года о и вся промышленность и вот это как бы открытость до западного мира открытость границ неизбежно она и побуждала создала благоприятные условия для жизни поехали дальше ирина марченко спрашивают жизнь спроси пожалуйста что андрей георгиевич купцов думает о казахстане если можно в двух словах спасибо казахстан это те зоны очень непродуктивная как раз почве всего климата то есть например смотрите вот у меня вот этот род из древних таких чингизидов крещеных татарах значит но они крестились потому что левого войске омскую суриска казачества потом тот предков перебросили служить в алматы вот алматы представляет собой это еще казахстана когда начат правда перевесли в астану на самом деле хотя нормальный человек пропаде на проб на странах холоды рыгу ветры зимой твою мать будет кому она нужна а а вот единственный город там были например питомники где французы разводили вот эти знаменитые яблоки опор ну вроде бы как полигене очень где-то вот германский питомник вот отец там постоянно швался обратно сбегал разводили служебно-растных собак вот овчарки идеальный климат которым как бы в горе находился такой эндемик температурный вот вы отходили чуть дальше от этой котловины и у вас начиналось там степь до степь кругом путь далекой и там вот это киргиз который ведь никто не называл казахами это был все киргиз вот называлась зверьем вот animal russian вот звери россии вот это так вот то есть это самый дикий и заброшенный никому не нужен был регион который после революции стали создавать искусственную культуру язык наук строить поэтому когда мой папаш там сын красавица мы сейчас ставить чон но они захватили ташкент там выше бы очередной какой-нибудь рубашек вот этого в дулу вот и там вот эта сама оксерватория лукбека ну наш интеллигент свалила еще раньше или там туда ходили это самое делать у 40 шалды чертманды вот это как наследники это маленький уголочек хотя на востоке там как базе нас горит самарканд лицо земли бухара мать веры если в межхеде не было купола мир походил бы на отхожее место вот но это знаете один единственный храм один какой-нибудь мавзолейчик там каком-нибудь имаму а в остальном дикий аналитический кишлак ни свет ни гранты ничего не все пиздец полностью и бежим мелиоративных работ каналах это был дикий регион и вот эти вот выпасной скотоводств казахстан ходили вот эти племена как к этому песню нердовой обозначен там мерный бы это как черт не боевый чума эпидемии сметала все к чертой мать у меня еще отец там вот это ну богатый этот казачок там дома рояль там вот ну была старший брат директор банка вернинская это отличал за все регион там вообще-то разговаривали на немецком французском это сборище на потому что там выход сразу на восток на азию здесь стратегический такой район был но отношение к этому местные кыргыз это никакого не имел он вообще в город пешком не заходил си не по делам китайские кварталы например кварталы германии там франция вот поэтому не отец то еще позднее на французском языке по хам на чество успел вот так мимоходе концы на красном полка там комментариях все равно вот такая публика была очень интересна а вокруг дикой налетические сбросы скачевых народов которые не мере ними не обозначили был какой-то главный башкарма у них еще такое дополнение к этому а вот китай не может со временем этот казахстан к рукам прибрать а зачем нафиг на кому нужно а вот дальше начинается интересная история до строительства вот как бы уже заводом сборочных вот и подземных коммуникаций ракетостроения атомно-оружные сборки там создается иллюзия но это на границе вот еще бы немного может было это не делать но так как еще идеальный спутник в разведке малых в основном занимались спутники но как бы самолеты шпионы летали то для камуфляжа вот этой вот стартовой площадке знаменитой двойки по сути дела создавалась иллюзия комсомольского движения поколения целины дурацкая бессмысленная в общем-то на территории в которой ну 6 центнеров с бектара это потолок предел при всей миллиарации вот очень херовый климат резкий перепад температуры зимой вот вот это вот иллюзия это миллионы двигались там создавали колхозы проще чтобы все хоря построить как бы вот это ракетный комплекс стартовую площадку а потом когда спутники стали просканировать все оказалось в общем-то иначе никому не нужно но дело было сделано то сказать уже эта территория прибыла характер как административно но значимого пункта вот еще вчерашний энергетический товарищ который встречает другу день но на любую садился у 40 солды делать вот и рассуждали за жизнь этот нормальный быт такой был о ну и вот так вот мы живем искусственно создали их не историю искусственно создали язык то никогда природе не существовал на мой древность когда но не письменно ни одного источника и вот поэтому получили поэтому присвоить не присвоить а зачем у китайцев зона влажных сутрофиков и на просто ограничить количество людей потому что все что здесь находится здесь нет продуктивной земли он вы каждый раз я вам говорю когда раз вы забываете у вас ничего не растет раз нет еды оскар мержи и перловки ничего не растет это рожьи перловку в лучшую урожайный год 909 за всю историю россии но с периода космического расселения 64 миллиона не собрала половину прожечь на мини 15 пудов но за выкидку из пассива кому нужны ребят по единственно страна который может не бояться никогда никакой войны у вас ничего нет и быть не может сил вашей географической особенности а если есть какие-то фрагментарные вкрапления минерал но это в таких территориях восточной и западной сибири да там на коммуникации потратить больше гораздо проще где-нибудь это купить видео или в общем-то в австралии или где-нибудь скрывные месторождения где-нибудь в луане там черт знает как-то посмотрите хронику что такое горнодобыча где-нибудь в австралии давайте покороче будем чтобы дальше ехать у нас вопросов много мы не успеем просто все это растянется до утра андрей андрей оттаев подождите меня приговорили к смерти это в конце года сейчас я еще живой вы чё думаете я вам сейчас за одну секунду это большую британскую энциклопедию что-то расскажу да нет дело не в этом просто у нас вопросы есть а мы будем один вопрос сейчас до утра обсуждать а другие а как на него печать вам кажется что он простой вопрос он требует большого как бы участие всех вспомогательных в общем-то данных исторических да это понятно понятно все равно надо как-то более так сказать да а как вот в том-то и дело все нужно сказать в чем причина конфликта императорского двора французского и филиппа игра игра по беллофер так ребята спрашивают эфир записывается так андрей атаев спрашивает андрей георгиевич что вы можете сказать про армию власова и был ли он предателем подождите по отношению к чему давайте начнем с простого еще раз говорю вопрос я уже неоднократно отвечал это все истории очень странная история так называемого украинского этноса который достаточно сложно определить и границ территориального расселения этого этноса то есть чему это все говорю вот представьте себе вот за этими карпатами начинается австро-венгерская империя там живут как бы якобы люди которые говорят но на условно говоря на одном из диалектов ножка головы полтавского деле но прин как за основу все в российской империи после 1771 года вся территория западная спорта присоединена к империи и в графе племенной состав российской империи вот возьмите справочник там будет написано великороссы на турка-татары значит поляки немцы евреи но по количеству визитской там вот но угорцы и это самое народ вот это вот но вся дарда вот это кыргыз который гэта хавказданской ссср вот а миллионов 40 бегает так никто их не знает там местным башкарму спускать нужны поэтому то есть украине существует природе территориально этнически никогда не существовал если посмотрите карты ну я собрал воедино с мою статью и удачу идет начале великая княжества польшу пульса она разделяется династийском брак образуется жесть посполитно можно сказать как алекс паблика можно сказать как это подраздел литвы и вот эти территории которые ведут периодически пограничные бои вот это московье от московой но у русских такие слова не выдумывали это слово руси она в европе где-то и 30 названия рот у русс как например арабы написать вот вместе с гонами вот поэтому к вам территория почти меньше относятся на пруссии дыши по сути вот на россии вот там гунн обрага вот интересный гуннская река там и так далее так вот у вас москобиты ведут войну ведут войну вот с этим как раз территории ну здесь водные пути выход в общем к морю здесь ничего особенного потом поймы рек урожайные почему идет война за реки не забывайте реки то вы нас говна сможет строительство городов делать кантогловой коммуникации вот это просто маленькая деталь это окажется потом где реки урожайность два-три раза больше вот у волги например метров 200-300 вас пшеница и сейчас будет расти там урожайность по 50 отошли где-то влажность пропала ты от речки 5-6-8 вот на раз на границу 200 метров пришло вот здесь как бы степь до степь кругом а здесь благодатный край это очень серьезная вещь ребята реки но коммуникации развитие ну и так далее короче вечная война и вот пограничные территории они так будет называться на каком языке писали непонятно и вот смотрите что происходит в семнадцатом году еще раз повторю сами и ситуация очень интересна но интеллигенция конечно любого этноса развивает свою идея независимости исторической ценности и означенности хорошо значит происходит следующее но чтобы это спровоцировать создать украина когда-чего родину древние люди но украина украинского ты-то есть так разобраться это смешение двух видов евреев первые евреи в самом казаки это юг заползает здесь после разгром первую детскую храм ну язык и собственно недавнее время открыто было что это женский язык называемый ты видишь отказать и жаргон курень шашка атаман там это любо дорого там и цыболи-бой бы как угодно так вот это одна вещь идет они кстати казаки подчинились только наследнику не императору живом а только наследнику интерес такой статус когда им неудеи могли подчиняться только рода арона вот так поэтому казак он кормится с полей травы вот интересно как древний юрейский рот и те потомки обычного быдла которые с гунами были мы смешались вот это вот этнос так и представляет собой язык нам мешает понятное понятное что в болгары те же самые гунны но у них ханас порог при пирсом балкарию взяли основы этого сербской хорбатский там где деле где-то к славянски а второй брат пришел в турцию вот это другой язык уже как бы тюркской группы но это этнически одинаковые люди но они в войну вместе постоянно против россии выступают главные враги но знаете как андрей боголюбска ночи болгар обоицы назвали что война такая то есть и вот украина вот это условно территории которая гуляет из рук руки здесь татаром монгольская орда остатки велика орды где-то 15-й веке 16 раз пара спад орды и вот образуется разнотыки ордовые объединения вот так букеевская орда там как угодно вот здесь хана у нас бери на уровне семь седьмого года вот это случайно догадались сделать значит тут же под руку москвы с этого периода вот из-за татарские рода дворянские они с этим рода писались в русской дворянске вот эти рахмане карамзин и там это точно грубо как и там суток родовые права то есть родовые общие длины вот дальше идет вот эта дикая территория вот как называется фронтир прочих снать карты европейские вот эта территория которые четко никогда не было обозначено за исключением одного например польши россии с которым примыкал очередной бандит этот казак он вступал с город соединение вместе войска на те же казаки то россию громят то польшу громят посмотрите истории вопроса это интересная психология вот я вам собрал специально это космическую расу войну впервые объединились два вида вот этих древних космической расы еврейских и которые никогда очень по-настоящему не стыковались вот как правило нормальный хохол и казак хотя они общими общий корни но они очень достаточно сильно дистанцируются друг от друга очень серьезно так он подходим по семнадцатому году начали составе империи как угодно на русский так называемый германский царь но принести культовый жертвы объявляет войну в германии зачем почему германские династии правят на балканах все эти сербы хорбаты болгарии германские династии посмотрите там гербы эмблематика то самое германские флаги это герцог земли шлёжа гольфстейн готов это все флаги югославии хорбате черногории пора да посмотрите гензолин там и но как в болгарии известный рот например править иван шишман то есть просто евреи дело бы и занят болгарин они евреи намного больше чем скажем в израиле настоящий по большому счету мы там так смешивались и вот что происходит восемнадцатый год подходим конечно первый мировой германию велика и технический конец держал пушку на дело воевать нечем блокады вот тогда создали жидкое горючее забыли а там верзаться хлеба любят сигареты как угодно в химическом промышленности рванула германская синтетическое ткани все оттуда пошло с того периода еще и производство жидкое горючее зубля откуда добывать у них селевский бассейн там удовольствия художок миллиарды тонн и как начали не угнать вот это преимущество обоевать его никому точно рода мало где значит вот это на последнем вздыхании на кинет жертвы нет народа 18 года подходим а тут уже заменение тайное пошло вот первый совет министр где-то вот октябрь 18 1 договора с германией в семнадцатом году еще полангация договор новый договор но тут так как я не должен был обеспечить территорию для древнееврейского народа а это есть государство израиль даже не путайте две ведь когда пишет например курдский ивана грозного ты скотина ёбаная уничтожен больше вы его твой израиль это отношение какой территории сказано так не задумались вообще ну вот все знали кому отрезали искусственная территория настоящий водки вот хуя вот святослав вот это владимир вот она это израиль вот он настоящий израиль вот поэтому когда двигался на небо додумку и дают поют на и навидишь к настоящему только с трансформации русского языка и вот короче говоря на 18 год прикирается блинки бум магазин разрешает германская посла мир баха начать но в германии вынуждена несмотря на договор но убить военные действия орда это германская внедряется и вот здесь я еще повторяю самый интересный ключ и как вы будете создавать свой государство вам знать как сделали люди напомню великий такой талантливый публицируешь такой мощный политический день виниченко там еще ряд украинских таких но интересные авантюристы веселые ребята значит в польше тоже самое образуется 7 значит собрали 5-6 человек значит стол авторучка верни вот это чернице вот ну и бутылки горилки стоят и там и там значит что дальше происходит конечно это учредитель комитета дает правительство то есть вот в районе стола вот как мы сейчас я вам предлагаю сделать начали сдохнуть а тогда так вот это не собрали и заявили каждое свое правительство на определенной территории то есть на якобы там исторически так так далее но здесь формально соблюсти но на украине еще раньше но только царь и войны сработает 3 марта там по моему 4 6 уже учительный комитет создан уже с декларацией об образовании государства и спокойно заявляет территориальную принадлежность вообще я немножко добавлю сейчас сразу к этому вы сейчас закончите мысль но я чуть сразу добавлю чтобы закрыть вопросы с украиной а здесь мельник александр спрашивает еще дополнительно скажите ваше мнение степане бандере сказал я попытаюсь я не могу на него ответить если вы не знаете а что такое украина есть она на свете а была ли она когда-нибудь в природе а как вам объяснить если вы не знаете что ее не существовало в природе до решения ленина заключить вот этот пахадный блеевский мир потому что когда вот эти шесть человек образующих раду и шесть человек образующие семь и у них на бумажке написано что они являются главами правительства народа которые теперь они определили 50 где-то чем-то миллионов поляки определили миллионов 30 вот эти шесть человек приходит германскому командованию говорят геркоманданты мы блин с вашими союзники мы есть великий украинский народ польский кто смотрит на карты блять вы откуда взялись что такие значит ну хуй сами но зато политически выгода какая потому что территориальные потребности иначе у нас есть легитимное право свои союзники и вот эта германия завоевывает гигантскую территорию теперь там ты патерлянду заняли на молдаве все бессараби в крым вошли там как угодно с подачи вот этих германцев там турки вошли на кавказ армян перерезли к чертной масти выдумали азербайджан в мазь азербайджан республику нормально так живем вот на армении отдельный разговор я просто могу и общее представление где тут бандера а бандера находится на территории вот этой самой великой так называемой австро-венгерской империи вот когда в восемнадцатом году в этой германии наступил кирдык центральному союзу там стали образовывать свои государства поляки значит совершенно спокойно теперь занимают территорию отъепили австрийской империи вот это западные территории вот этот этнос который еще вчера но не представляете как бы польши вот теперь как бы это задним числом за что поляки потом начали просто мудохать в девятнадцатом году тотальный вещь обычно что замах ведь шалоеда хреново вот так вот теперь вот это радость совершенно спокойно с наглой рожей прогревает свою территорию это настолько обычная полигене вы знаете есть глобус украина да они же наследники арийской культуры это номер с националистами сиева даже не знаете что такое вообще представление о себе самих вот это украинцы это это вы шваль безродный это вы это татар монголы угры финны вечер с вами они древнюю арийская раса и они распространяли своим требованиям эту территорию то есть там была австралинингерская империя потом октябрь теперь территории республики польши вот восемнадцатый год значит версальская комиссия закрепляет эту заявленных шестью людьми территории и называет украине и вот здесь происходит следующее что вот это западная украина уже исчезает вообще запоминание там образуются разные сепаратистские такие политические образования для прочего восстановить единое украинское пространство вот оттуда и начинается вот интересная история вопрос так как германия проигрывает войну дает пошага не надо заключать договор но с подачей линии на заключение еще две недели спустя все германия уходит теперь территории принадлежит польши великие государства и версальская комиссия позволяет польшу оттепать германские территории австрийские промышленности насыщается оружием а украина как а украина она нужна с подачи версальской комиссии от территории очень интересно теперь становится то есть вот смотрите внимательно внимательно смотри внимательно вот здесь европа здесь правительство украинской а заявку на территории они падали вот здесь до крыма и поняли в чем смысл вот теперь вот эта вот территория является украины по решению международной комиссии то есть этой территории нет здесь банды на банде здесь в общем-то батька махну показывает хуй в окно ты черт знает что творится никакой здесь это война идет интервенция как угодно но москва вынуждены вести переговорах в рамках заключенные вот эти проблики вот это карта вы хребатый одноглазый вон его ленина вот как володя так всегда падали вроде путин ходит и пидорютин блять хуесутин блять так вот получается как что теперь международное сообщество признает за украину вот эту границу но она не признает за украины границы вот той самой западной украины которая входила в состав автороменгерской империи украина получила то есть самый главный вот лидер национального движения что здесь как угодно они себя позиционировали вот как часть той территории знаете вот красная русь вот территория даниила галицкого у нас об этом мало упоминает но запомните это древние родовые права то есть они на это ссылались че прочее а что такое даниил галицкий да я почему я говорю ответь на бандеру я не могу не ответить вот эту историю вопрос чему и хохлы то пришли сюда вместе с владиславом не хохлы это украинский что поляки выдуманный народ то по настоящему царство литовского здесь на территории просто взяли управление дали так вот великий даниил галиц который бил там рыцаря кого угодно он женится на королеве польские двигатели становится императором священного римской империи его сынок там потом припирается в москву и вот эти казаки украинские которые громят все российские войска занимают города киевны мы тут бежли за поторону на коллах сидели тут все страна вся морской вовсе натворили вот классическая особенность что такое казак прийти носил плену отрезает уши нос в общем вот а потом отрезать яйца и бросает на на сиденье шакалом то есть казаки тяжелее казаки 5 миллионов труб советские граждане гражданской войны и вот что мы получаем дальше а получаем следующий вариант на все будет мотивирует а ведь как бы москве гражданская война как бы формировала кто есть а алиса а депр заставлен с собой все территории и вот та интеллигенция которая хотела восстановить свою независимость древнюю территорию для них галиция галичина вот откуда идти никогда не слышали украинская дошли и на голову не приходит от князь даниила галецкого идет и он уже принял к этой личность то есть для украины быть православным вообще впадлу потому что он наследник священной римской империи императора нихуя собачьего что такое бандера вы так думаете ну по сути делал территориальный как административный как бы ну вот сейчас он филиал великой германский империи вернее римской империи германской нации вот так ни больше ни меньше как себе представляете украину если мы говорим об образовании структуры управления всей европы через вот это великого князя то есть это ну и дальше все то есть и вдруг оказалось что они когда польша оттепают эту территорию они не то что часть европы вообще хрен знает где оказались когда им вообще за проходную центральной улице гордо был запрещен тему западным хронам то есть там интеллигенты историки и вот в этой среде постоянно идет такой разговор на национальное самобытие с восстановлением рамках польши о польше долго не думать там у них лагеря там верить лица как угодно войска направляясь пулеметом покажу сколько них охлопа перебили эти поляки ой мама родная но белорусы тоже дохрена все мои предки там понимаешь такой поляк поляк вообще жить не должен настоящим садисты не мыслями но вот эта интеллигенция так и формирует как бы единую идею единое великое этническое вот это пространство но уже территорию это польша это уже территория советского союза и там формируется вот такие учредительные комитеты постоянно то есть как в восемнадцатом году и семнадцатом это удалось вот они себя обозначили но противовесом это уже в харьков формируются советы уже потихоньку так сказать но районы которые захватывают а понимают идеи советского вертикали власти они программу от этой рады ну рада это и собственно есть совет поэтому как-то мы не хороют повалом а в родинском ладо по моим верховный совет ну тоже какой-то как вас называли то афганцы шурави шура высший съезд народа поэтому вас называли чем почетным именно совет на там цену знали там это древний такой народ этому так кажется вот то есть и здесь получается как и вот мы движемся дальше 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 поляки на свою беду заключать договор германии продают и системы этого заштека который станет пулеметом 42 но они сохранили долбоебу который не свет а может специально было справа все на смотри анекдот вот у нас вот это самое . ну этой польши она а вот так вышла к мою за счет красавецкий договор и здесь вот этот коридорчик получили здесь находится восточный теперь польша вот совершенно спокойно заняла выход к мою вообще германии и вот этот анклама существует и вот теперь же союзник они постоянно обращаются по реке там ну хорошо ладно мы давайте воротку союзники против возможно врагов ну нам в этот но стратегический коридор той железной дорогу с полным объемом грузоперевозок и автомобильный трактор поляки сами себе уважали как бы это по геннической выебали в жопу но потом изменился то есть ну почему бы нет гонор шаряхицкий отомстить за прошлые все эти обиды там германский княжества нет 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 нарастает напряженность потом германию заключать договор там совет начинается разворот событий и тридцать девятом году происходят готовы закупаться польши с кем-то германско нет ребята какой нафиг польши нет на свете германия восстанавливать статус третьего рейха ну а договоры заключал рейх с кем с республикой ресса в депо потом дальше то есть германия и сср просто занимает свою территорию по договорам очень-то двух империй и польши как встали вообще исчезает просто вместе с ним исчезает естественно как облако третьего порядка бандера с его национальной идеей единого государства это несчастная персона и теперь когда эту территорию захватывать германию у них появляется якобы психологический шанс до тех пор пока не было однородно окончательная программа в основном признание неполноценных народов то есть как бы союзники ну как союзник когда вы знаете что ты полу животное для германской нации и опять формируется эти протоколы заседания определяется граница обсуждается в истории вот чем на украине народ интересен очень эмоционально и очень романтично сам себе выдумать ситуацию очень долго общался вот этой жизнелюбой у них все на эмоциях все на истерике то есть это все как бы вот поэтому составить договор очевидно определить свою территорию государства теперь когда 9 41 клинический случай самый негояснимый процесс за каким хуем германия но она занимает свою территорию по сути дела в СССР никто не вот СССР а вот эта территория которая германия заняла в семнадцатом году ну уже совершенно спокойно с наглой русской слюной рылой говорите про героев брестскую крепость это центральная середина крепость королевства Польши откуда вы взялись там герой брестский крепость вообще хереть надо это как какой-нибудь ебибараев захватить какой-нибудь бесслани школы будет считать что он в общем-то герой защиты от своей территории ну так да куча поэтому германия на основании протокола внедряется под мандат на территории вот 41 а состояние войны было остановлено 55 году но военный союз 39 года ссср является военным противником англии франции и естественно 41 года военный противник соединенных штатах америки поэтому черт повторяю самые сложные переговоры как его там держать второй фронт а с кем второй фронт американцы англичанин француз выходит на совещание а перед ним сидит военный союзник германии как с ним договор заключать я могу спрашивать родной ты сам определись ты в состоянии где но мы вроде войны нет боевые действия это одно ну и войну не объявили германии а когда вы объявили войну германии непонятная история состояние войны приостановлен 1955 и вот несчастный бандера пристраивается где только может организовать ну и он там шушкей и прочее то есть ну как-то себя обозначить но прежде всего воинские силы которые являются в союзе как бы с германией а там уже потихоньку там и влацкая армия иммигрант как угодно там норвез какого то есть вот эти воинские подмирования в кармане лежит протокол учебительных государств а тут естественно когда германия занимает опять территорию еще украины там уже свои националисты свои документы они же сдали под сплав бандерты к чертой мать и потому что они сейчас будут формировать свое государство ну это обки clerk урода там это жопа блоки там пэмпэм 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 или а потом коп�ка пляс вместе счет вечер respect нет ребята вообще ты роваль восточный по настоящему пара на скале наверное вот а широ украинцы это мы ну естественно там пара доноса написали у свидетелей к чер кребаны матери бандеры посадили вот там предыстории вопрос вот кто он? Он герой, он национальный энтузиаст такой. Но он попал в исторический переплет. Но я не знаю, я чурком так не пожелаю попасть в такую ситуацию. Когда вообще неопределенный статус, неопределенное положение, бесперспективность какой бы то ни была программы. Вот. А дальше, особенно после войны, когда территория не вернулась, но территорий к авто и прочим, вот у них, ой, господи, лютые волком были, и начинается война. Где-то там десятки тысяч запереколбачили вот эти западноукраинцы. О, там ребятки, что творили. То есть они оказались опять в жопе. То есть вместо того, чтобы сейчас, ка тебе, кусок у авто и мы бы оттепли, организовали, что там в жопе-балакитный поставили. А-а-а! Совок, он особо не думал. Во, там войска двинная конфетка. Кто с чем читаться будет с этим психопатом? Ну, и немного у авто ицев оттянули, немного у этих оттянули. Восточный Польщик поясали. Ну, Польщик, конечно, простили ряд закидонов, если вспомнить, что они вытворили. Сколько там, ну, миллиона и полтора считается, они советских, русских граждан-то убили. Бульбашей где-то, миллион хохлов миллион-то и перемудохали. А в силу того, что социалистическая страна им просили. Надо в чем вспомнить? Почему хохлы-то карты не разыгрывают? Я удивляюсь. Как армяне могут Азербайджану вообще выкинуть к ебаной мать? На штыках германской армии, перерезав армян, они где-то заролили свою республику. Я не знаю, что кроме меня вообще историков на свете нет ни хуя. Я что, тайны, что ли, я говорю-то? Это вам, несчастным поколением Пепси, я говорю, какие-то новости необычные. Вы открываете краду. Для меня это естественный процесс исторический. Ну, вот так вот было все. Но нормально так живем. Поэтому вот этот несчастный персонаж, вот этот Бандера, который всю жизнь был как бы главой, ну, по сути дела, государства украинского, но который не имел ни территории, ни обозначенной исторического развития, ни какой-то административной, в общем-то, надежды на сформирование хоть двух метров вот этой территории, вот попав вот в эту ситуацию. Всего лишь начав свое определение вот с той древней Галичины, вот, которой когда-то, тысячу лет назад, принадлежал Бокин и Даниил Галич, который стал королем Польши, император священной Римской империи. И потом, как говорится, он, числе прочее, хотел взять Москву, так он был Ярославич. А Ваня Грозный по башке сыну дал, пришиб линию развития. Вот. И вполне естественно, Владислав пришел занимать трот свой-то. Ярославич-то, нет больше? Вот так примерно. Вот. Ну, а потом нас разыграли, что поля какие-то освобождения. И, ребят, рада есть рада. Вот Ваня Грозный, да, вот это все. Ну, а куда деваться-то, кто и следующий? Давайте смотреть, кто у нас еще и росло. Я никого. А вот, пожалуйста, польские люди. О, так пришел. Ну, вот. Поэтому Бандеры исторический несчастный персонаж. Жертв исторического обстоятельства. Не более того. И поэтому, какие бы то ни было личные качества, ну, включая садизм, там прочее, с мускалем, это традиционно уже. Мы берем это не в расчет, а берем его политическом обозначе. Сейчас вот так примерно. Как хотите сами поделись. Несчастная персона, который родился не в том месте, не в том месте, не в то время. Может, весь период наливайка, там, в 16 век, он бы еще возглавил какую-нибудь войску, там, поляков было, упил. Вот. А он родился после. Ну, вот хрен знает. Вот пропал, задарма, может, вообще не за хер собачий. Ну, и у нас все историческая обозначенность. Никто не хотел поминать Даниила Гарлиска, там, западная территория, так сказать, потом родовые притязания, что, как бы, надо же с поляками разобраться, и с их родами, великими царством Польска. А Польша, ой, Литва, основа, вообще-то, той же Романовской династии, первой, настоящей. Это рыцарь Галандал. Получил пошаг, там, от рыцарей, смотался сюда, своим войскам. Вот здесь у меня, у меня потом, сейчас, настоящий Галандал, и настоящий Романов живет. Володь Крюсаков. О, не забудьте, не напомнить, я фотографию притащу. Настоящий, настоящий Романов. Ну, ему бабки под женской линией говорили, что ты должен помнить, у тебя от рыцаря, и германского, вот оно, вот это самое, род твой идет. А самая древняя территория, Царбей его здесь. И случайно каналом специально переездили, чтобы родовых связей не было. О, территория обозначена, Вот так же. Ну, а Бандеры и этой территории нет. То есть, здесь хотя бы, любое притязание, какой-то у Володька, документ на землю, который дед притащил в колхоз в 1934 году. То есть, он может притягивать на древнее княжество и восстановиться, как государь всей Руси. Владимир Русаков, Романов. Он же был Андалай голый. Это так, мимоходик. Он, скорее всего, так и подохнул. Никому не нужно, никому не взял. Как я, вот такой безумный, нищий пенсионер, просто который читал учебник истории, ему нравилось это читать. Вот так, сомневаюсь, что в хохлы. На 99% хоть кто-то слышал хоть немного об этой ситуации. Все идет в расчет на эмоции, на истерики, как угодно. Но я не виноват, ребята. Надо просто читать и разбираться в процедурных формальности. Но по ценам в формальности будем разбираться. Мы сразу помним, что если в 91-м году ликвидированы СССР, значит, вся территория находится под структурой управления государственно-образующих документов Ресовдеев январь 1918-го года. Потому что СССР, как таковое, это не созданные сумасшианские впадины. Это территория СССР, которая взяла под управлением всей территории Российской империи. И здесь образовывались стычки, которые можно назвать украинской СССР, какой-то, ну, Чурочи, вот, Чуркманды, Курбаши, как они называют, Чугуны, я забыл уже это. У Юльки, там, все кто знает. Вот. И вот теперь, когда ликвидирована эта структура, что остается? Остается территория Российской империи под управлением, в общем-то, Верховного Совета Ресовдеев. Ну, я не знаю, хоть один русский историк вспомнил, казуистик. Вот, кроме меня, врага СССР. Нет, по-моему. Ну, это в прямой напрашивается, как только мы после референдума, у нас предыдущая форма правления, в котором та же самая структура до 87-го, до 91-го года, но просто без вот выделенных территорий вот этих вот якобы республик. законодательство как? Мы ликвидировали СССР. Значит, Аликс СССР с 22-го года. Ну, 22-го года это не марсианский десант, а это просто-напросто новое название территории, которая была в 18-м году обозначена как Республика Советов Рабочий СССР, крестьянский депутат. Вот как это не произошло, как вы это прошлекли, но это к вашим отцам и дедам разговор, я даже не могу ничего представить, потому что более дикая ситуация. Вместо этого Верховный Совет, который не может существовать для Юра, он создает Государственный Совет, орган, который был создан только по Екатерине еще где-то, это был орган власти Романовской империи. И этот Государственный Совет начинает своими указанными законами уничтожать всю атрибутику от Советского Государства. Но единственное, что я имел право сделать это Верховный Совет это напоследок создать учредительный комитет, а дальше проводить учредительные съезды. Но в конце концов надо просто прочесать рейх. Так, нас нет, а кто есть? Рессарды. Вот Верховный Совет, структура, подчинение, выбранные органы 18 министерств. Вот. Единая конституционная задача, сейчас земляне не доставляется общественным достоянием. Могу пожелать никому. Единый государственный бюджет, единая система промышленности, управления. Вот. Вот это должно было просто-напросто шелуха Советского Союза с нечелом. Но вам же как предложили вопрос? Я же вам говорю всегда. Запомните, это историческая вещь, которая будет повторяем. Вы должны осознать, что вы считаетесь людьми. Вот если вы люди, вы должны помнить. Вам предложили вопрос. Хотите сохранить пузырек спирта? Как пузырек клея? Вот все ваши 208 миллионов, ваши отечественники. кольча чур там говорить нечего. Ну в переводе как вот Союз Советский Республик. Вы сохраняете как хуй знает что сбоку бантика зеленый хуй в жопе. Вы голосуете да зеленый хуй в жопе сбоку бантик. Хотим. Хорошо. Эх. Важно, все документы говорят, да, все вовлечения народа. Мы помпомно начинаем. А лес Савдет тогда выплывает. Тогда ну-ка пошли нафиг отсюда. Сразу товарищ Калинин выплывает. Оглянулся там товарищ. Там улички уже с винтовками стоят. Так ребята Всероссийский Совет Народного Хозяйства. Главный орган управления страны. Вот так. Вот вам понять что такое Бандера. Вот так кажется. Задал вопрос. Исторически тяжелая такая персона была. Несчастная. Как Батька Махна. Конституция и прочее. Нам попал на территорию в которой неизвестно кому принадлежало. Вот тоже ужаско. Смотрите как раз район рядом с Донбассом. Здесь республика Совета потом еще оккупация Гермас несчастная такая персона тоже. Лунный мужик просьбал. Но он принимает программу интересный такой там великие евреи организаторы были. По-моему как Брат и Гос но я могу ошибиться. И это международная программа исключает территориально обозначил. Но свою беду он так и принял. Ну ему сказали качись батареи чертой мать такой программы вообще. А примерно так. тё 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 Продолжение следует... 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 И следующий вопрос я просто оставим на другой эфир, чтобы эта информация как-то устаканилась. Давайте завершим вашей концепцией социализма. То есть она будет как краеугольный камень все время проходить белой нитью, потому что это основа сейчас, основа всего вообще. Вот, только с разницей одной, запомните раз навсегда. Кроме Калина, только в математике, МФТИ и теперь оставшийся один человек вам напоминает истинный смысл. Эта идея исключает частных собственных, это древний космический, или хотите, библейский принцип общего владения окружающим пространством, где никто не может себе в карман оттянуть ни одного рубля от общего капитала. Это единый неотчуждаемый бюджет, который создается из общего неотчуждаемого дохода, как результат работы всех на общую систему народного хозяйства. Вот, все очень простое. И высшую управляющую структуру планами бюджетной комиссии, вот когда вам скажут планами бюджетной комиссии, единый бюджет, вот для вас будет легитимное определение социализма, потому что в первых документах уже, Калина, в 18-м году уже сказано, что социализм построен. Вот эта маленькая деталь исключает толкование другого. Андрей Георгиевич, маленькая вставка от Артема Радиутского. Достаточно ли территории РФ для создания соцстроя, или нужны еще территории? Ну, социализм, это включает в себе единый неотчуждаемый бюджет. Поставьте целеполагание в задачу. То есть, например, повесить всех миллионеров, объединить единую промышленность в единую структуру. Ну, а дальше уже на вам полное усмотрение всего народа поставить под вопрос правомышленности решений вот этой вот территории, скажем, Государственного Совета, после референдума 91-го года. Могут не существовать после референдума 91-го года такие формы, как Украина, Узбекистан, Таджикистан, Прибалтика. Потому что если мы возвращаемся к первым законам государственно образующим 18-го года, то эти территории просто не существует. Это все единое пространство, единая политическая обозначенность. Вот, то есть, здесь решать вопрос как раз уже, может быть, будет на обсуждение где-то. Но на первом этапе у вас нет вопроса выбора. То есть, так как сейчас вы не производите пищевую основу для денег, абсолютный капитал, ну, кроме ржей и перлок, как не росло, так и сейчас не растет. Мураком у вас не растет, буги-руги вы не сложите. Так что так и будете плялыми мужичонками. И пить водка неизвестно, что сделано. Вот. А отсюда вытекает, что вот сейчас, если образовать систему восстановления, спасения национального достояния ваших детей, чтобы вы не превратились в рождающийся на литический народ, а это произойдет в ближайшее время. Потому что каждый раз новые операции, банки оттягивают, в общем-то, этот прорезвитарный капитал и запускают его в оборот. Что делает, уничтожает и последние остатки цен на наполнение денег. Банки должны быть ликвидированы немедленно. Немедленно объединена единая структура народного хозяйства с целеполаганием физического выживания. Вот. Общенациональное физическое выживание на основе рекомендаций Академии наук. Вот 120 килограмм в год нарыло должно быть фруктов и овощей. Вот хоть сдохнуть. Вот положено 92 килограмма мяса по Академии Академии наук. Значит, должно быть. Вот то, что мы и предложили. Самые простейшие физические параметры государства, которые должны быть. Естественно, вся бесплатная лучшая в мире социальная сфера медицина, образование и культуры. Вот это программа. Восстановление как раз вот этого СССР, которое, несмотря на весь свой маразм, а его хватало, в частности, огромнейшую силу имела провокация социальная, когда доводились до идиотизма, все, что было в СССР, вот надо разделять вот эти две линии. Провокация, которую заставил, должны заставить проклинать весь шавов. И реальная структура самой системы. Вот надо вычленить все остальное и посмотреть. Вот из 18-го года по 87-й воловой национальный продукт выросший от один раз, а Штаты только 3-4 раза, то система показала в десятикратное превосходство этой системы. А вот частности, которые заставили, били всем глазам, это отдельный разбор, но вы теперь уже знаете исторический этап развития, вы совершенно спокойно можете ликвидировать этот процесс, убрать электрический корпус, например, возвести в пожизненное наказание любой кразы государственной имущества, любой попытки изменения государственной строя, ведения частной собственности, смерти всех поколений. Этот генотип должен сдохнуть. Пускай лучше обычная пьяница с гармошкой в руках, чем Барин и собственник. Вот это надо всегда понять. Идея свободы, идея равенства, вот должно доминировать. Андрей Георгиевич, тут вопрос, собственно, пролегает так, что нужно ли вот всем этим бывшим республикам СССР объединяться для того, чтобы социализм восстановить, или они автономно абсолютно могут работать? Система едина, неотчуждаемый бюджет, осознанного общего, неотчуждаемым доходом, как лента труда на всю систему. Кто будет и хочет создавать эту систему, это не зависит от сегодняшней обозначенности этих территорий. Если Чуркманды хотят существовать в рамках 16 века хамства, то у вас единственное, ну, к ним отношение может быть одно, признать нелегитимным разделением на республики, признать решение, например, Министерства образования, Министерства культуры, тогда под эгидой как раз женушки Владимира Ульянова, которые создавали министерство культуры. Обозначить, ребята, вы искусственный продукт, у вас не существует природа, у вас не должно быть. Хотите, оставайтесь здесь, нормальными гражданами общей территории. Но ваша территория интересна только в одном. У вас тепло, у вас растет фрукт и овощ. Андрей Григорьевич, а в самой России это не повлечет раскол? Например, Татарстан скажет, да мы вас нахуй увидели, мы сами тут будем жить. А ну они не будут жить, климат такой же херовый. Потом, где разница Казахстана как? Если арабы говорят, что были рода Урос, Караурус, Татар, Караурус, а территория, в общем-то, она живет в такой херовой ситуации, при которой до 18-го года это общая история была. То есть, просто если не считать завоевание вот этих земель, вот этой дурацкой администрации царской, когда начало завоевание Кавказа, Азиатского, Подбрюш, там как угодно, то вот эти люди, как бы жили вместе, были в общем на элитическом праве. Вот это как раз вы и будете обсуждать. Вот вам и надо это обсуждать, собственно говоря. Андрей Григорьевич, еще такой момент. А возможно ли это сделать в текущих реалиях? Любые вообще идеи воплощать в жизнь, это же влечет за собой конфликт. По месяцу я сказал. Вот сейчас вы по всей стране регистрируете отделение, вот это общественное объединение единого народного хозяйства. В дальнейшем это объединение в объединение, еще органы, например, объединения. Дальше объединение в партии. И когда вы все будете регистрировать эту единую программу, разберите ее, я могу прислать, вносите свои поправки. То дальше просто-напросто начинается отзыв депутатов во всех регионах и начинается замена представителям своей, из которой четкая социально-экономическая программа. Вот если всем взяться, это все элементарно делается. А если на зону законопадят всю эту братву? Это вы их законопадите. У вас больше. У нас больше, но у нас голый Вася Босойхуй, а у них армия. Ну, эта армия есть ваша. У них мусора. Ваша задача, во-первых, в первой же неделе вы мусоров убиваете, с армией вступаете в контакт и предлагаете им программу. Ну, нифига себе мусоров убивать, так это же война, получается, гражданская. Ну, нет, гражданская война началась с закона 1918 года, 29 января, когда любые образования, претендующие на звание представителей власти, являются незаконными и находятся вне закона. Вот, то есть, пока не написано по закону, у вас ни мент никто не свинтит, и ни вы ничего не делаете. Я почему этот вопрос, собственно, задаю? Получается, без кровных вариантов нет? Почему элементарно? Я же вам сказал. Вот встает кто здесь, организатор? Ну, вот какой здесь у меня написано, вот какой-то именин. Вот встает он, блин, на трибуне вот этой думы и зачитывает. Предлагаю считать исторической ошибкой и нерациональным восстановлением института частной собственности в стране, где невозможно изначальный оборот денежных капитала, потому что в этой стране единственное на земном шаре денег нет, быть не может. Предлагаю восстановить общее управление единонародным хозяйством, но с дополнительной поправкой в законах на идею института общественного достояния, на управление всем частным сектором, которым собственник становится управляющим на первом этапе. Вот, человек встает, говорит, этот протокол принимается, это закон. А его взяли и на зону отвезли. Ну, вы говорите, так взяли. А кто? Как? Почему? Ну, путинские вертухаи. Да нет их на свете. Путин, он всего лишь своим законом, он никто. Посмотрите на его законы. Как он, какие вертухаи. Ну, вы также взяли их за шкирку и выкинули в ближайшую помойку, облили керосином и сожгли. Вы странные люди какие-то. Вы до сих пор какие-то легенды верите. Кто-то кого-то взял, зажег, куда-то оттащил. Вот вы решаете этот вопрос. Кстати, Андрей Георгиевич, тут еще вопрос такой был. Ну, а не боится ли купцов излагать вот эти свои концепции, которые, ну, в общем, эти зрители спрашивают, не боитесь ли вы попасть в тюрьму, грубо говоря? Куча законов. Во-первых, я после 91-го года, я не хочу жить в этой стране. Я презираю этот народ. Я не хочу жить. И если я, так сказать, погиб напоследок в своей двери, хоть зарежу хоть одного мусора, и то я буду считать жизнь свою оправу. У меня кошка, как говорится, она сдохнет, я буду сам сдернуться. Это меня. Но вам надо спасать своих детей, свое будущее. Или вы будете жить на положении рабов, все более нестымительно нищая из страны. Или будете рассуждать вопрос, кто кого свиньет, как вы, берете и свиньете. У вас 140, 138 миллионов. Против вас 2 миллиона рысной прослойки, которая хороша тогда, когда их 10, а вас один. Когда вас, сколько там, 138 на одного. Разница немного другая. Просто осознайте. Если идея владевает массой, ее осуществление неизбежно и неотвратимо. Вот начинайте звонить, начинайте говорить. Вместо вашего, который вы сидите сейчас в докладе от рукава служит, сейчас вам надо предложить России единственный путь. Сила геоклиматической необеспеченности ничего не поможет. Вам надо восстановить систему управления единонародным хозяйством. Это осуществлять можно элементарно. Но в таком случае, государственное управление, оно будет иметь другое цель и полагание. Хорошо, Дороге Георгиевич, вот тут написали, а если не встанут они эти 140 миллионов? Тогда вы так и помолитесь, что там статус какой есть пиздоболы вот на этом YouTube или где-нибудь там пиздоболы в скайпе. Ну, вы поймите тогда историю, как она есть. Вот как я, как диаген. Понимаю, я не верю, что вы поднимете. Я презираю этот русский народ. Но я могу сказать положительный фактор. Запомните, очень интересная вещь. Вы сами не знаете свои силы. Знаете, почему? Они вас боятся. Когда я увидел, что уже серийно выпускается автозаки на 300 человек каждый, когда я узнал вот эту Национальную гвардию, когда я увидел, что потихонечку начинается ограничение въезда города, как угодно, что стали владельцы богатых машин пропускать народ, я начинаю понимать, они вас боятся. Потому что здесь посылаются бесплатные пищевые продукты, создается как бы система лизинга. Они вас видят то, что я не вижу. Вот я не вижу вас этой силы. Они видят. Значит, что-то есть. Вот что-то как в 16-м, в пятом году. Вот как в пятом году, например, поднял вся крестьянская Россия. Давай мудоху, все в бар крестьян там такой перелетели. Надо было в армию действительно поднимать. Вот. В 14-м, 15-м, 16-м году Советы создаются везде. И в 18-м, 19-м, вот эти вот мужики, которые поднялись, уничтожили всю великолепную белую армию с пулеметами, танками, с чем угодно. Просто рвали на куски. Вот. Просто вспомни. Вот маленькую такую деталь. Единственный, правда, вариант такой. Вот это сознание общего. Общая жопа. Она, к сожалению, еще в те годы, это было страшно, ноалитическая жопа. А сейчас у вас как бы обнищение будет идти в руках у вас, так сказать, айфоны, айпэды там. Даже у кого-то будет куча еще машин есть. Просто в общее обнищение оно будет незаметно. Также будет выступать Галкин, Пугачев, какие-нибудь депутаты, обсуждать какие-то проблемы. И тотальная нищета начнется в рождении. Вот так по этапам. Вот в этом вот иллюзия создается. Но запомните, у вас выключатся эта связь. Поэтому вам надо сейчас, завтра вы идете, оформляете лицензию на оружие обороны. С дробовиком можно убивать много, куча. Запомните, дробовик решает все вопросы ближнего боя. Арбалеты обязательно. Надо отметить оружие, например. Условия зимнего периода, ночь. Блокпост. 43 килограмма достаточно. Только надо треугольные насточить тяжело. И быть готовым, потому что начнется первые бои с народом будут везти бородки и мусора. Потому что администрация, она понимает, что чиновники нужны в любой системе. Они останутся. ГБ поймет, что любой государств требует тайной полиции и шпионаж. Они спокойны. Армия так же понимает, что это условность. Если, скажем, еще армия расходится, как в гражданскую войну, на чьей стороне окажется победа. Кто выиграет? Нет, не волнуйся. Это будет только мусора и бородки. Ну и личная охрана вот этих вот 150 тысяч миллионеров. Ну а дальше вам решать. Ну так как на вашей стороне законное решение вопроса. И вначале вы будете делать только в страдах рамка закона, только так, чтобы они нарушили закон, а не вы. И выкиньте в эти мальчишки фразы, вот возьмут там лагеря, ставят, вы до ухо соплячество. Запомните, любой мусор действует на основании уставов и регламентов. Все остальное он делает как бы по беспределу. Но даже беспредел он никогда не будет выходить за рамки своей касты, своего плана. Вот это всегда помните, такую вещь. Я сейчас, Андрей Георгиевич, кстати, понял, написал в чате здесь. Я даже так скажу, вы не последний там советский интеллигент, а вы настоящий русский патриот, патриот России. Я только сейчас понял, спустя множество эфиров, вообще, которые я смотрел, только что до меня дошло, у вас всякие разные пидоры пишут вам, что вы русофоб, а вы просто патриот России. Я только что понял, настоящий. Настоящий русский интеллигент, он появится в рациональной мышце, и у него моральный принцип, при котором выживать должны все на равных условиях. Идея равенства присуща как раз русскому интеллигенту. То есть, если мы говорим о патриотизме, подразумевая любовь гандоном, барином, его фабриком, носком, барином, его заводом, подтяжком его земле, или мы говорим о равном праве на выживание всего народа. И тогда мы понимаем, что поимущественно 50 центров гектара на юге России и абсолютный тупик 6 центров гектара, делать только в одном случае. Государственное устройство должно базироваться на высшем моральном принципе равенства, братства и счастья. Если это ощущение со своим народом как рациональное мироустройство, является патриотизм, можно так назвать, но это всего лишь мышление, при котором человек осознает свою единство с окружающим пространством. А это прежде всего начать надо с рационального осмысления особенностей этой страны. Эта страна единственная, где единый равенство, она приводит тупик всю страну, весь народ. Вот примерно так. Это всего лишь рациональное понимание особенностей жизни этой страны. Знание истории, знание культуры. Вот у меня оно есть. считает, что это патриотизм, считает, что это патриотизм. Но на данном этапе это историческая необходимость. И знание истории, и знание пришедшего развития, и знание космической предыстории, и знание специфики этой страны. То есть есть просто ее знать. И запомните, наше поколение огромнейшее количество людей знает, только они откровенно отстранились. Мне это прямой говорят, а она тебя на дыхание говорит. Да что, он говорит, идиот, что, конечно, все понятно. кто будет организовывать, что-то записывается. Ну, мне сейчас знакомый появились во всех странах мира. Ну, мои одногодки. Ну, и все понимать, все знаю. Вот, но они вовремя свалили. Мне говорят, опять в Новый Днепр строить, где-то иди нахуй отсюда в своей этой идее. Вот. Один мне в Голландию, другой в Америку, там еще куда-то. Вот. нет, все мои изыскания связаны с русской историей, рост культуры, а что я там буду делать? Пиво пить. Ну, пиво я здесь могу пить. Разница с чем. Здесь я еще, может быть, ну, в войне поучаствую. Знаете, погибнуть на баррикадах, это красота вообще. Как настоящий самурай, он должен стремиться к смерти. Знаете, как великая песня гражданской войны, она мне нравится, свой оптимизм. Вот. Настоящая идея Бушидо. Вот всегда помните. Смело мы в бой пойдем, заблай советов и как один умрем победа это. А в результате получилась победа. Вот готовность поставить, знаете, как меня по жизни научило. Вот если вы готовы встать на сайте, знаете, как вас начинают бояться, чулки, гопники, вот это ощущение, что вы готовы пойти до конца. Вот это чувствуется. Вот они чувствуют, что где-то у вас шевелится подсознание мыслей. Они для вас готовят гигантские эшелоны вот этих автозарков. Они готовят лагеря, они готовят новый закон, они готовят перекрыть все, убрать все коммуникации. Это гигантская гвардия садистов и убить. Так, правда, станут, я не знаю, это если родового нет права на капитал, то эти же самые 150 тысяч гвардейцев по чешу, что я подумал. Так мы больше будем. Андрей Георгиевич, залезут в Кремль. Ну, а вы, а вы что будете делать? Так вы следите, ё-башу мать, в конце концов. Осознайте себя гражданами, осознайте себя участниками. Я отдаю первую ориентацию. Я понял, слабо, что и система была. Создание независимого от народа директорского корпуса и партийного аппарата. Теперь партия это всего лишь гарантия целеполагания. Теперь директорский корпус не должен существовать. Не должно быть независимо от народа ни одного ячейки управления структуры. Отзыв всегда. Поэтому в обязательном порядке народ должен иметь право на оружие, включая крупнокалибренный пулемет. И в любой момент он имеет историческое право просто заколбасить любого депутата, который на 200 лишних долларов купил себе часы какие-то. Я не говорю призыве к общей тотальной бедности. Я говорю, что впервые надо осмыслить контроль народа над структурами власти. Над принимаемыми законами, которые должны доходить за каждого идиота, включая генетических дебилов вроде русских, которые не понимают вообще за что они голосуют. И совершенно спокойно голосуют за пузырек клей. Думаю, что голосуют за пузырек спирта. Вот здесь мы подходим как раз тому, что требуется обсуждение. Не является народ носительным знанием. Может ли народ на современном статистическом этапе отвечать за свои поступки, свои решения. Может действительно признать все-таки, что если мы говорим о людях, которые мыслят, которые обладают совестью и честью, вот они должны, может быть, где-то направлять что-то, хотя бы создать основополагающий документ. и система должна пониматься с четким осознанием возможности тут же убрать, если надо с поста, если надо из пределов живых, то падаль, который склонится. Так вот, начните обсуждение вопроса новой структуры государства. Я сказал, директорский корпус не должен быть. Должен быть дежурный, скажем, инженер, который просто будет принимать вступающие деньги. Хотя это может быть управляющей формы в виде главного бува. Андрей Георгиевич, еще такой момент. А не получится ли, когда начнется этот замес, скажем так, желающие на территорию России под этот шумок могут почикать нас всех и прибрать к рукам все? Вам надо вступать в взаимоотношения с представителями армии, объяснить им ситуацию. Чтобы искупить свою вину перед народом, они должны подготовить каждого человека, взять под контроль стратегическое вооружение. У них все генералы продажные сверху донизу. Знаете, любой генерал, он очень хорошо реагирует на кирпич в висок и на нож в печень. Вот сюда. Это понятно. Поэтому это все как на Кубе. Главный воинский чин был майор, командант Чагивара. Это просто осознание, что впервые перед армией должны взять вопрос. Брать под контроль стратегические оружия. Просто тут написали, начнется шухер, а там Китай полтерритории оттяпает. Кому ваша территория нужна? Под приговором суда не загоните сюда. Не-не-не, погоди-погоди, но так Байкал-то могут отжать. Кому нахуй нужен Байкал? Ребята, давайте образы ворстаем. Идите вы спокойно, продуктивность почвы, урожайничек. Вот еще, как говорится, пробуи, два туннеля в Байкал. Байкал это 20% пресной воды мирового океана вообще. Там скажу, так как я, так сказать, был как бы женихом одного, теперь же доктор наук-гидролога, я могу вам сказать так, Россия единственная страна в мире, под которой текут реки, воды. Вот вы подохнули, с голодом можете, а с жаждой никогда не подохнуть. В любое место сейчас будет скважина, у вас идет там-тан, как нефть в Саудовской Аравии. Водка там не текет, а вот воды дохуя. Это вы примите на это, оставьте покоя. У вас одна оп выносит гигантское количество пресной воды. Ее развернуть, и у вас хватит нарушения всей территории. Посмотрите, вот эта оп такая. Это страшная придурочная такая река, которая не закержит собачьей, у вас опресняет океан. В общем, мировой климат изменений из-за этой оби. Если мы просто стратегически посмотрим о системе выживания, запомните, у вас куча климатологов, в общем-то, противоведов давно чьи эти рекомендации давят вам сознательно просто все это ограничили. Это другой вопрос. Поэтому смотрите, это понятно. Давайте вернемся к теме. Вот они же те, кто сидят в Кремле, вот эти все хуи Путина, как вы говорите, они же тоже просчитывают вот эти все ходы. То есть они тоже предполагают, что теоретически может возникнуть такое противостояние, но они же как-то просчитывают варианты отхода, варианты защиты своей вот этой линии, что они могут противопоставить. Тогда, когда вы собираетесь как бы заменить, запомните, исполнительная структура это всего лишь действие на основании устава и регламента. Вот когда говорят министры-капиталисты, вот еще есть у них капитал, где-то вот который они будут защищать. Саму по себе должность это всего лишь бумага о смене кабинета министров и создание 18 министерств, которые были созданы в 18-м году. Запомните, государство управляет через процедурные формальности. посылайте нахуй тех, которые говорят про беспредел. Закон нельзя отменить. А СССР может было отменить только решением закона, который принял или решение народ, который принял решение на третьем объединительном съезде. Вот он принял создание РСАВД. И вот так же он должен принять решение уничтожения СССР. Неужели вы не помните до сих пор, что почему это требуется? Как у вас иногда какие-то неумные мальчишки или провокаторы говорят, да ладно, придурок, думернатором, это самое свинец, как замудохать, заколбасить, запиздюрить, замочить, блядь, ты куда ты сонишься, блядь. Вот въебало сразу, бог. У нас снова ничего сделать этот мент. А ему завтра жить, его здесь дети. А ну-ка колесо событий повернется в другую сторону. Когда их 20, а один какой-то психопат, а когда 138 миллионов, говорят, ребят, системы генохозяйств надо восстанавливать, сдохнем все к ебаной матери. Вот тогда общая масса, вот это боевое решение, почему он бояться поднятермина? Если идея владевает массами, вы же обладаете лучевой природой. У вас невременная форма осознания, вот эта идея, вот так жить нельзя, так не должно быть. Мы проиграли, приняв идею частной собственности как перспективный план развития. Я подготовил эти тексты по цифрам. Вы сейчас все читаете, вот эти всего лишь 6 текстов. Дальше я могу сдохнуть, могу уйти, у вас будет представление, почему катастрофа в этой территории, где климатическая не обеспеченность. Вот, когда вы это осознаете и вспомните, как был устроен СССР, проблем-то особой нет. Вам же не надо выдумать, вы же не в 18-м году живете, ребята. Это там надо было своим гениальным мышлением, там, Калинин со Сталином составляли усидеть документы, продумать, как это управлять. А у вас предшествующие там, вам на него навесили выдуманных образов. А когда вы сейчас статистику посмотрите, я вас избавил от необходимости словари читать, чтобы вам до ваших тупых русских мозгов упростить. Вот что такое основные фонды, сколько вкладывал каждый год весь народ образования, воспитания, профилактория, сады. Это высложно. Последняя величайшая справа с 2007 года. Могу его сбросить, могу дальше сбросить. Вот вам надо сейчас базовую основу знаний просто пролистать. Приемите вы это, не приемите, пошлете вон нахуй этой идеи смойтесь. Но знать о сущности вот этой страны вы должны. То есть что такое СССР? Вот его показать. Давайте смотрим. Ну чем же это плохо было? С чем мы сравним это будем? Так, процент нефти, 1 тысяча на всего оборот. А сейчас главный источник дохода. Где мы выиграли? По экспоненте развития по 80 квадратных метров бесплатное желе нарыло должно быть. Так, где-то 60 миллионов автомобилей, пищевые продукты, которые получаются. И зарплата естественно по экспоненте растет. То есть мы должны сейчас жить в такой системе изобилия обеспеченности. А нам же обещали прогресс еще лучше. Простой и здоровый смысл. Не влюблено в простом мужецкого сознания, что вас наебали. Наебали же ваше поколение, что если сделать капитализм будет жить лучше. Ну год прошел, 2, 3, 4, 5. Ну за это время-то можно что-то изменить. Должно быть структурное изменение. То есть поэтапно по спирали идет развитие. Социальное обеспечение, зарплаты, пищевые продукты падают в цене и так далее. То есть нормальное развитие. Если мы говорим, что Савок был хуже. Ну давайте определять. Самое простое. Сейчас по прошествии времени колесо событий вернулось в столетие. Вот катастроф в 16-й год, опять катастроф в 2016-й. Вот сейчас совершенно спокойно. за 2 часа пробежите эти цифры. Параллельно возьмите справочку, наберете, посмотрите. Посмотрите сегодня статьи заболею. Вот могу сбросить. Просто все ко мне заходят, а сброс этот блок информативный. Вы просто пробегаете. Я не думаю, что кто-нибудь из вас хоть 1%. Ну может где-то шевеляться в мозгу. Вы будете иметь представление о суть происходящей вещей. Что нельзя из этой территории вычинять доход? Десяток ничего не растет. Десяток денег нет. Вот это была прежде всего ошибка. Один процент подонков, которые это организовало, они знали. А остальные это ваши отцы и деды. Обычные лохи тамбовские учат захопанем. То я бесплатно поставляю в единый фонд, а теперь я выдав миллиарды в кармане. Так и стали. Правильно, на каком-то этапе все пошло и поехало. Посмотрите список фонд, смотрите капитал. Ребята, они нещают. Вот просто фонд откройте и посмотрите за все будет. Построить себя грамм. Сейчас скажите такой момент. А вот эти сейчас люди, которые во власти стоят, вот скажем при создании альтернативной власти, их надо будет раскулачивать и отнимать из них. Уберите это слово на всего всей законодательной структуры. Называется дума, который запомните раз навсегда. В СССР при общем хозяйстве, при общей собственности, заводы, фабрики, доходы, вот власть определяла все. Это бюджет производства штанов, танков, самолетов. Сейчас у этой власти власти нет. Еще раз попробуйте понять. Внимание, вот сейчас всем говорю на последок. Слушайте внимательно еще раз. Властью обладает собственник пищевых продуктов. Вот собственный комбинат подковничных пунктов. Вот главный продукт белков мясо, творог, сыр. Вот собственный пищевых продукт определяет вашу жизнь, жизнь ваших детей. Вот он определяет и есть власть. Ни одна структура Российской Федерации, включая Путина, Бутина, Хуютина, Пидорютина, не имеет права вклиниться в процесс частной собственности. Не имеет права хоть на копейку изменить. Поймите своей романтичной русской тыквой, что реальная власть это собственник, вот это вот чая, когда пришла, вот куска колбасы, вот эта структура выживания. Власть над правом назначать цены на тепло, на свет, на газ, который к вам идет. Осознайте в конце концов истинную природу вашей жизни. Вот это ваше романтичное представление, что есть какая-то власть над кем и над чем. Вами же управляет собственник колбасой цены, творога, селедка, которую вы покупаете в магазинах. То есть все цепочки, включая собственность, на сейнера, который добывает эту селедку, на откромочные пункты или на закупки где-то. И когда вы это поймете, один раз вы увидите, что иллюзия законодательного органа, который не влияет на частную собственность, это фикция. Субтитры создавал DimaTorzok